Упс, а как это оно само собой? Это что происходит? Уже даже компьютер плавится Между тем я вижу это злорадство в чате Вы знаете, чат такой довольный прям Ммм, ахаха, там прочее вот это Не-не-не-не-не Оно само, понимаете? Что происходит вообще в последнее время с ОБСом? Господи! Он просто живет своей жизнью Мы довольны? Ну, конечно, довольны Но это будет примерно 15 минут продолжаться А потом вы не будете довольны Вы будете как шахматами вчера просить выключить Попросить сменить Попросить все, что угодно Но нет Вы будете страдать А я наслаждаться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома и такой-то матери Субтитры создавал DimaTorzok Вынужден был Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 хорошего стрима архитекта тебя вижу в чате бежать уже бесполезная банить не буду ты мне честно скажете когда вот это вот делал она идет секунд 15 наверное о чем думал то вообще 15 секунд оповещения это же просто ужас какой-то так не могу ну-ка audi о ре редактор онлайн и у меня проследили их аудишну сейчас ладно пускай смотрю тебя лет всеми люблю тебя по-гейски ладно пускай остается спасибо тебе келбера спасибо спасибо алина спасибо стил шар спасибо пейджис и спасибо джорджу я уже вижу что чат начинает выпешивать этот донат в общем поэтому давайте оставим он вроде неплох но глава до начинает побаливать сегодня я снова встал в 7 сегодня мы его навозили там на узи на рентген поэтому в общем я хочу спать вот но не получается потому что сначала надо было заниматься делами а потом нужно было заниматься братс и я я просто напоминаю что просто так эти игры на современном оборудовании не работают понимаете поэтому когда я понял что одна игра вот работает допустим потом понял что она короткая скорее всего и я понял что нужно еще одну найти понимаете то есть ты сам себе по сути делаешь и шафот так что да вот да сегодня будет хорошо но не знаю при этом типы чат снова я на серия с докладом об удачном использовании бафа защиты диссера прошло отлично так что наконец можно спокойно жить работать спасибо стримеры чат люблю хорошо стрима данделян поздравляю тебя здоровье вону ну да он выздоравливает потихонечку можно дикий пики нет ники с каждым новым звуком вот это мерзко бля тут каждая фраза ты знаешь готовимся сегодня все стать рок-звездочками после каждой фразы хочется взять лопату и кого-нибудь ударить а тут их много и все с такими мерзкими интонациями еще во время того как я делал превью то есть я проверял как работают игры я увидел а дизайн этих девочек братс в общем у них вот такие губище у них ну вот такие реснище и типа и вот такие скулище я понимаю если эта игра вышла лет 15-20 назад я понимаю почему в современном обществе настолько популярны муклы у которых вареники вместо губ и вот это вот все а потому что они в брат сыграли это получается что я через 15-20 лет будут такой же будет ну что дамы и господа я на самом деле тяну время как могу но судя по всему это мне не сильно поможет поэтому давайте потихонечку двигаться что ли в сторону так сказать этого кошмара вот часто к секунду если вдруг что-то будет работать плохо то это хорошо и так братс рок ангелочки игра для девочек пяти лет спасибо тебе чат спасибо тебе чат дорогие модераторы поставьте пожалуйста категорию брат срок ангелс давайте наслаждаться все вместе хорошо я не знаю я не уверен насчет соотношений сторон игра скорее всего сделано по 4 на 3 вот но мы играем на 16 9 соотношений сторон шик экраном поэтому возможно они будут широкими как фил вот да 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 2005 год 18 лет назад их так не хватает косплея ты каналом ошибся ивер так приступаем Здравствуйте. Вас беспокоит администрация. Вам посылка, сэр. Вкусно и классно. Что здесь происходит, чел? Беги, пока можешь. Поздравьте меня! Украшу новый диск? Не, ну а так, то стрим обещает быть классным, что вчера вспоминал из детства про игру в Тарзан. Перед вами секретарь из Кирима. Не можешь, сука, не говорить вам на интро. Тобой уже лет восемь. Круто! Так прекрасно находиться на швейке. Ты будешь заниматься модой? И брать интервью у суперзвезд? И у тебя будут халявные билеты на все концерты? Билеты не главное. Я поверить не могу, сбыла с моей самой советной мечтой. Но я не хочу вдаваться. Привожу сюжет. Ну и вылетела на ужас. Девочки, тревога, смотрите. Это Кирси и Кейси. Но в школе все зовут их злобняшками. Они двойняшки и такие злобные. Такие злобные. Ну и кто у нас тут? Модельерши чокнутые. Ага. Фу. Ме. Ха, тоже мне. Тоже мне. Тоже мне. Возьмем по коктейлю и отпразднуем. Отпразднуем, давай, девочки. Перед новой работой, Джейд, нужна подзарядка. Надо что-нибудь заказать. Итан для нас все, что угодно сделает. Отличная задачка. Я готов. Сам напросился. Помоги Итану сделать девушкам вкусные коктейли. Смотрите. Щелкай мышкой по нужным ингредиентам на вертушке. Компьютер Итана покажет, что надо делать. Если появится картинка с миксером, щелкни по мигающей кнопке. Так, чат. Если кто-то вдруг, допустим, предлагает мне выключить игру, я сегодня не в духе, понимаешь? Ох, нет. Я не в духе, поэтому... Поднимаю тебе моральный настрой на этот стрим. Не потеряй голову. Алина, не получится, ничего не поможет. Не знаю. Там рот набили. Мы даже не начали еще, а рот набили. Спасибо огромное. Помоги Итану сделать девушкам вкусные коктейли. Щелкай мыши. Так, да разберемся. Господи, я же маленькая девочка. Попробуем хит сезона. Добавь манго. Манго? Это не манго. Это банан. Я не знаю, это мороженое какое-нибудь. Это помидоры. Это манго было? В смысле? А это яблоки были. Вот манго. Сболтай. Да, и йогурт. И йогурт. А, и йогурт. Господи, я не знаю, честно, что мы будем делать. Добавь манго. Так, манго. Манго. Это манго? Кобат и апельсиновый сок. Апельсиновый сок. Так. Прекрасный коктейль. Просто супер. А такой сумеешь? Ну, привет. Она такая. Ананас. Ананас. Так, ананас. Это не похоже на ананас. Где ананас? У нас нет ананаса. Размешай. Сболтай. Время идет? В смысле сболтай? Добавь молока. Молока. Это не молоко. Добавь персиков. Персиков. Так. С этим графином сложно понять, на самом деле. Это не персиков. В смысле? Это не был персик. Ты чего? Блядь, были какие-то... Добавь апельсинов. Это не персиков. Вам ботылка, сэр. Что добавить? Кусина. Класс. А где апельсины-то? Что желаете? Блядь, что у нее припадок? Вызовите скорую. Я знаю, что хочу. Так вот как выглядит, ад. Да, и йогурт. Секунду. Новых донатов не видно на стриме. В смысле, их не должно быть видно. Ну, у нас нет каких-то гифок на донаты. У нас просто текст появляется. Потому что, ну... Это звук доната новый? Да, он отвратительный. Очень тихий. Его прислал архитект. Я его даже не проверил. Он просто такой... Ке-ке-ке-ке-ке. Вот. Блядь назвал это все дело. Я такой, ну ладно. Нет текста. В смысле нет текста. Вот, смотрите. Вот. Смотрите. Вы что, не видите, что ли? Вот оно. Ладно, давай попробуем тут тогда. Хорошо. Здравствуйте. Вас беспокоит администрация. А почему нет? На новом нету. А как это произошло? Давайте, чат, вас сильно бесит этот новый звук или нет? Я могу просто поставить старый. Пока у нас есть возможность, пока я туда зашел. Ну там, 100 евро или дикие пики. Потому что этот я ни хера не слышу. Нет, оставь. Оставь. Так вы же его не слышите, не видите. Так, а почему? А почему я не вижу текст новый? Ну ладно. Так, чат хочет, чтобы оставил. Давайте мы его пока что так оставим тогда, потому что я вообще не вижу. Архитек, что ты наделал? Так, хорошо. Сейчас мы его оставим. Так, секунду, секунду. Я тяну время. Я никогда не убегу. Никуда не убегу от всего этого дела. Так, все хорошо. Так, че? Что? 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 Че надо-то? Сука. Да ты потому что, блядь, вертишь. Ты можешь остановить ее. Теперь все сбей. Ну ты прикинь? Она просто крутит эту херню. Че ты ее крутишь? А, сбей. Размешай. Да ты будешь психовать. Добавь апельсиновый сок. Почему ты, сука, все вертишь? Остановись. Добавь манго. Я не знаю, что тут манго. Оно выглядит все одинаково. Это манго? Ой-ой. Это не манго. А что манго? Так, я следующая. В смысле, ты по новой все делаешь? Добавь персиков. Справа монитор. А, да, Альфлейм. А то, что здесь он выглядит так, а здесь он выглядит вот так, максимально не похоже. Это ничего? Добавь апельсинов. Ой, че, ты такой бываешь все-таки? Положи лед. Ой, простите. Размешай. Ну? Размешай. Ананас. Вики-тики. Вики-тики. Ахи. Бляжи, давайте-ка сначала. Паи. Вики-вики. Вики-тики. Здравствуйте. Вас беспокоит администрация. Вам пришла посылка на имя Артур. Ммм, как не она и приятно. Артур, 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 Артур. Ты у нас новый выбешивающий персонаж, Депейджиспон. Прекрати. Ахи. Паааку. Паи. Вики-вики. Вики-тики. Нет, ладно, блядь, это была ошибка. Я не даешь дики-пики. Я не могу пройти. О, я знаю, что хочу. Ну, что ты? Добавь апельсиновый сок. Все, апельсиновый сок. Вы будете страдать. Теперь все взбей. Так, оп. Взболтай. Добавь манго. Манго, так, хорошо. Да в смысле, что ты бесишься? Да, и йогурт. И йогурт. Давай киви. Киви? Это все? Я это с закрытыми глазами сделаю. Я не понял, ты танцуешь там? Какой? Это мы всю игру это будем делать? Давай в персиков. Сука. Вики-тики. Вики-тики. Ахи. Пахаку. Паи. Ой, вики-вики. Давайте-ка сначала. Вики-тики. Привет, Артур. Раз на этой неделе мало хорроров. Не хочешь да пройти киллер-фрикуэнчи. Она вроде классная. Или ты ее уже забраковал. Стримеру и чатику хорошего стрима меньше, чем три. Ребята, ну вы понимаете, что в ВВХ сегодня нет, потому что хорроров... Вики-тики. Да господи боже. Ахи. Пахаку. Да нет, текст на экране. Я потом починю. Ахи. Вики-вики. Какой ВВХ, если сегодня... Вики-тики. Спасите. Какой ВВХ, если сегодня братс? Какой ВВХ? Сегодня не получилось. Хорроров мало. Да есть чем заняться помимо него. Говорит, на следующей неделе... Будет. Да? Вики-тики. Ой, да, мы с ума сойдем. Ахи. Добавь молоко. Пахаку. Болтай. Ахи. Вики-вики. Болтай. Давай флангер. Тики. Бесим с тренера всем чатом. Я-ты, 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 я А вы сейчас просто уничтожите свой мозг На-на-на, держи мои деньги Да-да-да, минус ваш мозг Сейчас положим, милая Прекрасный коктейль Давай, ей плохо, ей плохо Давайте в скорую везем Открыто на рядов 3, сюда Лучший рейтинг, если что Было очень вкусно Вау, спасибо, Итан Всегда пожалуйста, девушки Ну, я готова Хит сезона, я иду Я не буду вырубать донаты, страдайте Вы понимаете, с кем говорите Я основатель, директор и главный редактор журнала хит сезона Я королева моды, а вы никто Завтра вы привезете мне розовые туфли Одиннадцатый размер, высокий каблук И не говорите, что у вас нет моего размера Розовые розы Черт на язык знает, розовые розы пишет там Родичка, а ты что такое? Я Джейд, ваша новая сотрудница Я только хотела сказать, что у меня такая честь работать с вами В хит сезона У меня столько разных идей Ну, и что за идеи? Да, я могла бы рассказать, что сейчас носишь, что модно в клубах Устроить опросы Закопился Люблю всех больше, чем три Запомни раз и навсегда Идеи подаю я Хит сезона Мой журнал Ты работаешь на меня И ты, ты никто Простите, я не хотела А все А, Вики-тики Что ты посадил тебе? Вы мешаете мне познавать сюжет Горячие новости Вы мешаете мне познавать сюжет День начался отвратительно Я выключил все оповещения во время сюжета Я пытаюсь вдуматься в то, что здесь происходит Значит так, в следующем нове мы публикуем статью о том, что можно и что нельзя носить Разделы модно и барахло В каждом разделе по пять фотографий Серия должна быть готова вчера Вперед! Подожди, что это было? Зачем так громко? Конечно, Вредин, уже быстрее? Начинаю Интересно И где эти фотки? А вот теперь, друзья, давайте посмотрим, что они там хотели Вики-тики Вики-тики Ахи Пахаку Пахаи Вики-вики Вики-тики А я в отпуске стримлера Впервые за долгое время Ага Можно поплавиться сегодня А на остальных поливать Вчера А потом еще после стрима шлифанусь кубиками Либо таймером Брэдс она поет Она поет Блэдс, понимаете? Вики-тики Вики-тики Какое в отпуске? Ахи Пахаку Пахаи Вики-вики Вики-тики А я думал сегодня отдохну на стримчанском Чачу залять Это душевная травма Вот, вот так лучше будет Я все, я сдаюсь Я не готов это, блядь, слушать Весь вечер Я ебнусь просто 100 евро? Лучше будет так Ничего себе А у меня отпуск Вообще пофег Всем любви Вы понимаете, да, какие Вы понимаете, какие эгоисты, да? Слаб? Ах да, слаб? Я как бы ваши нервы экономлю Слаб получается А что, где оповещение? Все поломалось нахрен 100 евро? Ничего себе Кити-сезон это дикие-кипики Посмотрите, они пишут слаб Я могу включить обратно Но страдать будете вы В первую очередь Понимаете? Понимаете, да? Ну, то есть, я могу это сделать Хотите, я сделаю это А для тех, кто только долетел И говорит там всякое разное Мы в эту сторону 100 евро? Укатились Ничего себе Рожеский огонь А? Меня ранили Помогите Мозги утекают Я не могу Мы в эту сторону укатились И пробили днище Еще лет пять назад Понимаете, это далеко не первая игра В этом жанре И далеко не первая игра В рамках наказания Которая выглядит И играется вот так Поэтому, если вы тут впервые И вашей жопе больно 100 евро? Ничего себе Хорошо Привет, Артур Смотрю тебя со времен Крещения Руси Хотелось бы сказать спасибо Но я скажу Дикий пик Дик пик Ищет Фак Все Личность Деградация зрителей Всего Это не стыдно даже Потому что стыдно Если с одним человеком Произошло А это тенденция 100 евро? Ничего себе Понимаешь? Ай Где я? Кто я? Вы кто? Я об этом и говорю Понимаешь? Че ты хочешь? Эм Мисс Максвелл Во-первых Зови меня Вредин Во-вторых Не отвлекай меня Или ты уже нашла фотографии? Пока нет Микс Макс Вредин А где мне искать Эти фотографии? Не знаю А если бы знала Не сказала бы Это твоя работа Думай своей головой И выполняй приказы Иди И попытайся сделать Хоть что-нибудь Подожди То есть здесь игра Примерно вот такая Да? Ничего себе А ну-ка Жесть А длинноногая Чикса Привет Йоу Белец Белец 100 евро? Ничего себе Так А можно сглаживание И включить Глаза потекли Нет нельзя Нельзя Ты хочешь увидеть Настройки графики В этой игре? На смотри Нравится? Вот и мне не очень А что поделать Да? Настройки И мы сглаживание К секретарям К сокровищам Куда? Опа Твою мать Здравствуйте А вы не будете против Если я поищу тут фотки? Будем Странно даже Подожди Вон фотки Ты собиралась о чем-то попросить? Сначала Окажи нам маленькую услугу Уже страшно И что за услуга? Нам нужно подготовить фоторепортаж А у нас столько дел Ничего не успеваем Доделай репортаж за нас А мы тогда разрешим тебе Поискать фотографии Думаю честно Нет? Ну не то чтобы Ну что 100 евро? Ничего себе Пока неудачница Ганат во славу Прекрасного Диона и Бахмута Лучшая красотка игры Спасибо за стримы по финалке Лучшее прохождение Спасибо макс Смотрите короче Ааа Так Она гуляла Потом Она такая Опа Привет 100 евро? Ничего себе Как насчет этого? А я тоже в отпуске И да что-то не так Ведь все хорошо Очень хорошо Минус мозг Это ведь хорошо Да-да-да-да-да Ну ладно Ну буду Энерно Или нет Буга-га-га-га-га Я вообще не понимаю Что происходит Господи какой кошмар Это тот самый вынос мозга Про который мы говорим Потом Так 100 евро? Так Ничего себе Как насчет этого? А чтобы понимать Что здесь происходит Нужно знать какой то лор Там книги какие-то Перед этим почитать Может фильмы есть Ааа Этот В общем по поводу братца Говорили что Нужно ходить на один ресурс И в общем там По сути по лору Очень плотно все расписано Ааа Это в общем Книга Предложений Пожеланий Психиатрической больницы Кащенко Вот Я думаю Что тебе стоит Туда наведаться И не болей Хорошо? Красотища Жесть Вот это конечно Дизайн Это мы еще посмотрим Готово Готово А на доске Объявление Случайно не фотография? Ну я и говорю Блин фотография Ты че? Белец Белец Хорошо А можно к ним В компьютер заглянуть? Так у нас здесь есть Использовать папку Модно А как ее использовать? Так ладно Да, несомненно Эту игру я выбрал сам Я очень хотел в нее играть И ну как бы Я очень Ничего себе Требую эту музычку На перезапуск Мортала Вомбата Мортал Вомба Сейчас дверь заперта Так, хорошо Я думал, что это игра В которой нужно Бренд смузи готовить А это оказывается Игра В которой надо думать Это че? У меня еще Так, подожди Войти в офис Так, подожди Отличная игра Жалко, что коротко Не волнуйся У меня вторая есть Если мы слишком быстро пройдем Сейчас дверь заперта Блядь, я реально Я думаю Игра короткая Они же так хотели Эту срань Но если мы пройдем за час Что мы будем делать? Я же не брошу их Просто так, да? Ну типа Со здравым смыслом Я вторую найду И нашел вторую Понимаете? Когда сам себе находишь Вот этих проблем И ты видишь Что они сходу не работают И ты такой Надо заставить Это работать И ты при этом Ты знаешь В уголке подсознания Такая Не надо Остановись А она не работает Она на двух дисках И типа Она просит второй диск А при этом У тебя оба диска Ты ими жонглируешь А она не работает А ты такой Наверное Надо остановиться Но нет Сидишь и продолжаешь Я это за полчаса До стрима Прекратился делать 100 евро? Ничего себе Весь лор братца Модно найти На их сайте Под названием Ру 34 Модератор Че ты кричишь Возьми Клятые Сапоги Подпиши эту гребаную петицию Ой блять 100 евро? Ничего себе Фак Фак Шит Фак Фак Шит Шит Фак Фак Шит Шит Блин Раскладку не сменил Чудно Чудно Плохо Плохо Чудно Чудно Плохо Плохо не всех уберегла конечно наш собственно так сказать не всех хотел сказать что конкретно но не придумал потому что самого поплавила но как вижу далеко не самый худший момент да у меня посмотреть на автомат с на питками видимо да автомат с напитками а содержательно хорошо ладно автомат так доски объявлений лондон насладиться 100 лицей 100 лицей а вот и фотка балет рок-музыка лифт концерт мода будущего сегодня пропал любит ничего себе спасите меня я хочу обовнуться на завтрашний тест а в итоге мой мозг плавится а все все получается это как его бедный студент значит свободная касса огромный коридор огромный коридор зайди в дверь в одну из огромный коридор что это тут чей-то фотик каждый раз кажется так брать здесь надпись если найдете верните пожалуйста фотографом журнал хит сезона хорошо сезона подожди но там хит сезона был на стене подожди вот это вот и типа а где она подожди а как мы а как мы подожди это же а как как называется издание в котором мы работаем так у фотосервис так подожди войти в здание привет привет кэмерон я не знала что ты здесь работаешь да я решил подработать летом мне пока нравится здорово как тебе работа кэм неплохо я летом все время подрабатывать да я понял что хит сезона хватит писать как тебе работа кэм неплохо я летом все время подрабатывать подожди я могу туда зайти нет я не могу туда зайти как и я нихрена не могу сделать может быть я нашел фотографии мне нужно просто вернуться счет меня требуется в этой игре вообще тут есть фотоаппарат гарди гардероб что подожди япону мать типа у нас еще костюмы заблокированы отражение круче мак чем рт-x не ну понятно что там надо фоточки искать и тому подобное но ты новый стажер надеюсь тебя уволит не так быстро как предыдущего добро пожаловать в команду ну спасибо увидимся увидимся я чувствую падение секью я чувствую боль а вот еще фотографии надеюсь вредин не заметит дырочки о да кажется журналисты вымещают злобу на бедной фотки знала бы об этом вреде всех бы уволила ладно а тут какие-то пас я так понимаю игра максимально тупая тут нет никаких механик ты просто ходишь да тебе нужно что-нибудь да нет увидимся до встречи джейд а как мы допустим не так не так понял хорошо как думаете все фоточки нашел или как фотик ему да ладно я только что пробовал огромный коридор как я это просто клиника господи подожди а если я туда пойду если вот сюда просто пойду я пойду нет я не пойду сюда а туда пройти не могу почему правильно потому что успокойся им по 16 огромный коридор это ты там что-то проецируешь по моему нет я просто гоняю маленьких девочек по этим коридором и схожу с ума о и полномать господи здравствуйте можно кто там а привет ты джейд новая помощница вредин я бри фоторедактор тебе чем-нибудь помочь я нашла фотику лифта это ваш о это холли забыла она наверное опять слоняется рядом с кулером возле депресс-центра на первом этаже эй ты не отнесешь холли фотоаппарат просто конечно видно а раз и не видно то ну так холли на первом этаже я ищу фотографии для статей модно и кошмар не знаете где их можно взять если мне попадутся подходящие фотографии обязательно тебе скажу супер спасибо бри послушай ты мне не купишь диетическую колу автомат газировкой в комнате отдыха господи так это нужно газировку так 100 евро ничего себе я с тобой самого начала смотрел твои стримы еще молекулы как ты охотился на мамонтов убегал от тирексов 62 огромные слова благодарности дорогой мой донат для тебя на спасибо евгеша не болей больше ладно автомат с напитками ну купи один я не знаю а как мы купим то автомат с напитками она просила за что за что я так с вами а до денег то нету она такая купи мне а денег не дала я понял так здесь снизу есть какая-то о здорово привет кого нибудь ищешь или это вредин тебя прислала нет нет я принесла твой фотоаппарат спасибо только не говори пожалуйста вредин что видела меня а то она подумает что я тут бездельничаю ты здесь не видела никаких фотографий я ищу набор для репортажа а я знаю о чем ты держи что должна быть хорошая фотография подожди куда она сказала я опять все простушил господи еще она от меня хочет мне нужно мелочь найти скоро артура пап да уже слышь я вроде сделала все что надо нет ты не принесла мне колу захвати пожалуйста баночку когда понесешь холи и фотоаппарат а ты денег дашь или ты у нас тут просто сидишь такая сбоку припеку на выпердыш но господи поди горит принеси куда идти чат в сервис пошли в сервис а подожди она мне по-любому доложит ну выйти как их пленку как тебе работа кэм неплохо я летом все время подрабатывает так так не работает прояви пожалуйста это от журнала хит сезона не вопрос подожди 2 секунды держи фотки проблема только лишь отлично что она к мне пора увидимся увидимся джейд мы довольно много всяких в сратах игр игр играли но это одна из самых сратах потому что от нее натурально больно то есть не знаю доска лежит а зубовнула и ощущение ты знаешь как будто игра как будто игра проклятая понимаешь вот чем проблема она она не бежит ой мелочь как же барби не в барби хоть геймплей было здесь это по сути чистых ну не не то что тут нет геймплея над квест на квест а это довольно страшно это ну в общем очень страшно мы не знаем что это такое автомат с напитками так купи один господи тебя попросили нет диетическая кола сушая снимки то наверно надо будет этой принести ну-ка давай сходим вниз получается ввх нет не получается ввх а куда она ушла подожди я же хотел и чейс ты не видел холли она на фотосессии увидимся смысле а где на фотосессии ладно давайте пока колу отнесем может быть огромный коридор господи она жуткая не знаю будь я маленькой девочке бы насмотрелся на эту из хотел бы стать такой же понимаешь ты не принесла мне колу захвати пожалуйста баночку когда понесешь холли фотоаппарат то не вопрос конечно я принесла тебе колу на письме я принесла тебе колу а спасибо здорово слушай я тут перебирала фотографии и нашла одну для твоей статьи ой спасибо всегда пожалуйста вы очень хорошая не то что некоторые просто ты плохо знаешь вредин она вообще мой кумир так угу 100 евро ничего себе теперь поди скучаешь помен-си Вы понимаете такой сильный вынос мозга, да? Сука, сколько их там? Так, ладно. заткнись простите 50 баксов открою ресторан терпение до какого терпения на самом деле у нас тут как бы жопа лужона уже как говорится да уже нам же ничего не страшно но просто по уровню так сказать воздействие на неокрепшую психику я не представляю насколько этот стрим может быть тяжелым просто долбит сама игра и визуальный стиль диалоги эти стример ноющий донат их херачат просто все перебивает друг друга и да вот собственно это все что происходит на этом стриме так и я добился чего-то мисс максвелл во-первых зови меня во вторых не отвлекай меня нашла фотографии пока нет микс макс вредин а где мне искать эти фотографии если бы знала не сказала бы это твоя работа думай своей головой и выполняй приказы иди и попытайся сделать хоть что-нибудь люди которым ты продавать игры выросли соправильно наказание да 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 наверно так это куда идти что делать то евро ничего себе совсем уважение артур закидывая манулов я не думал что мне будет так больно говорить я пожалуй пойду не свихлись что-то спасибо слаб конечно юкиору до разочаровал господи ну и слабак я не думал юкиор уж это слабак огромный огромный коридор понимаешь надо ей альбом отдать а да то есть я вроде как все собрал а фотосессия ну ладно давайте попробуем хорошо чат хорошо манулы можно вернуть нет все простите возврата никакого нет подойти на меня в суд раздел модно хорошо хорошего раздел ну барахло что тут у нас фотографии барахло неплохо готова не прошло и года хватит бездельничать пропылесось ковер и вытри пыль потом соберешь мои чемоданы я уезжаю в лондон да и не забудь принести мне свежую почту давридин так да это же мисс москва грубо честь третья мода-мода неужели мытье полов поможет мне сделать карьеру журналиста уезжает вредим а собирать ее вещи должна я посмотрим что там в комнате для одежды помоги джейд выбрать из автошкафа вредим в окне в углу экрана показана вещь которую нужно найти щелкать мышки поедущий по кругу одежки и обуви она опять будет бешено вращаться до ну вообще это похоже на вот оно ничего страшного попробую снова завтра я так и думал ура не вопрос так вот она до сессии там но так так ботинки ботинки это не те штеблеты это не те это те штеблеты вот вот те нет это не те не это те прекрасно все готово молодец надо именно в тот момент когда поворачиваться нажимать а по порядок имеет значение да имеет смысле ой это не то я не понимаю так это это юбка или пояс какой-то хз а тиньки так и не ха ха нет чисто нет вот проще простого эй ты где поторопись ждем косплей ты каналом ошибся я не буду это косплей заткни в смысле нет о чёрт прекрасно все готово чел ты слепой еще не закончил 20 лет назад прости это было грубо опа на так сапожки шутки про мамок это все понимаешь это все как так следующий совсем не шаришь за стиль заткнись да спасибо лучший сотри лучший рейтинг шутки про мамок как низко да надо быть выше этого до перешагнуть так сказать кажется все я даже почту проверила может теперь можно передохнуть где моя почта вот пожалуйста вам прислали приглашением несколько модных клубов посмотрите здесь есть один из хлам 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 одна реклама розовые розы ты умеешь отличать письма от мусора сегодня я в новых туфлях а ведь раньше здесь играли в это смотри и где мой обед я щас объясню алё да что 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 розовые розы что это такое ваш обед тут одни углеводы ты хочешь чтоб я умерла чтоб я растолстела я ем только овощи ты уволена поняла вон я не возьму тебя брат я позвоню во все журналы мира и запрещу тебя нанимать ясно ты уволена пожизнена дети твои уволены и внуки уволены 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 жизнь кончено надо было сказать и и чё так не честно за три часа и разбила все свои мечты о горе джей ты же настоящий гений в моде а вредин дура и нечего из-за нее рыдать не плачь котенок все образуются ты же у нас талантище мы в тебя верим ты же знаешь девчонки вы серьезно конечно ладно пойдем есть один способ поднять настроение шоппинг девчонок да плен ты на этот дурацкий журнал точно я про него уже забыла а знаете может нам выпустить журнал принцесса принцесса чую умную скукотище конечно я вела бы колонку советов милая хлоя экстренная мода а я буду писать про диска про клубы танцы и танцевальные школы с типографии кто будет договора заключать кто сука будет вам предоставлять ой господи не я буду писать ты ничего не будешь писать тебя вы думаете о том о чем думаю я кажется я думаю о том же о чем и ты так вы не шутите какие шутки мы и открываем журнал для тинейджеров впрочем приехали в этом здании редакция вредин если она меня заметит это конец почему так девочки вот она сейчас вы увидите самый фешенебельный чердак в нашей части города саша ты что издеваешься конечно тут придется поработать самая малость часть 4 брат соберутся за что же теперь делать все мечты все планы все не вешать нос все получится немного краски стильная мебель и уверенность в своих силах девчонки покажем на что мы способны а так вот в общем когда там кто-то говорил что ему страшно и прочее я просто так думаю что если бы я был целевой аудитории этой игры то есть я был бы девочкой пятилетней которая жила бы в 2005 году и мне бы купили эту игру я был в восторге однако я живу в 2023 году я ни во что не верю у меня волосы на жопе седые понимаешь сука я я сегодня нагрубил так систу я чуть не прибил сегодня я сегодня не выспался этот сука ответь и сука я открою типографию блять я просто открою журнал и буду писать там в колоночки сука ну впрочем привет конрад или итан как тебя там это как дела неплохо пока пока как будет плохо не приду сладкоежка модные вещи к магазину декор магазин декор нэнси дрю или это нэнси дрю наверное менее страшно но она более это более концентрировано нэнси дрю она идет и ну ты как бы такой вот этого того и ты просто в голове шум стрима на 3 на 4 понимаешь а здесь тебе такой бабах и все за один стрим я не знаю ну как бы тут и такой от бомбился и до свидания да а там ну как бы нет вот я не знаю что страшнее на самом деле я не могу по-другому объяснить чё ты кекаешь с этим не получится здравствуйте я консультант декора привет могу я вам помочь здравствуйте мне нужна ярко синяя краска вы можете уточнить какой именно оттенок синего вам нужен я пойму когда увижу я смогу смешать краску по образцу вы сможете принести образец мне нужен образец чтобы подобрать для вас краску принесите образец нужного цвета я найду вам краску хорошо я найду образец цвета образец надо найти красивый оттенок синего это не трудно пображу по магазинам может что-нибудь попадется на глаза отсюда и начну так слышишь что нам надо тебя переодеть вот так упал отсюда идти в эту сторону какой-то токсичная котенок да тут нет ничего токсичного игра для маленьких девочек как слащава эта игра для маленьких девочек понимаешь это мы тут сидим такие что мы тут делаем это как мы представь просто не знаю конечно себя не ассоциирую с каким-нибудь джоном синой но просто джона сину привести в детский сад и короче он будет сидеть среди других там вот этих вот угасеть и будут манную кашку кушать ему скажут но играет там вот ты понимаешь как это тупо будет выглядеть вот этот вот именно этим мы тут сока и занимаемся понимаешь я не ассоциирую себя джоном сина я просто привел как пример я конечно же не так плохо как он здравствуйте можно мне образец а ну-ка куда ты вышла привет думаю здесь обязательно найдется красивый синий цвет а ты меня ой извини я кажется замечталась ты в порядке ты такая грустная да нет просто неважно расскажи что стряслось и тебе сразу станет легче в коктейль баре работает один парень а я не решаю с ним заговорить ты про это на так ты его знаешь да мы друзья мы с девчонками часто сидим в коктейль баре хочешь я поговорю с ним о тебе я думаю он захочет встретиться правда да конечно спасибо это было бы здорово мне не трудно и там помнишь ты хотел пропердолить блондиночку из модных вещичек она не против и там ты где и там нам такое в якутсе показывали ну привет как дела привет джейд как делишки клиентов много еще бы кто не любит коктейли слушай а ты не знаешь девушку из модных вещичек да я видел ее пару раз она хорошенько правда да джейд как считаешь она согласится со мной встретиться конечно согласится хочешь я намекну и про тебя сводишь ее куда-нибудь я бы сам не решился спасибо джейд радусь и пока я добрая отлично до встречи ну давай теперь я своха так а давай какой-нибудь модный оттенок синего синего мужика выводит такая вот это олег я поговорила с этаном правда ну ты же не сказал ему что он мне нравится оказывается он только и мечтает чтобы ты заглянула к нему бар он хочет встретиться с ума сойти спасибо тебе огромное ты наверное думаешь это глупо так что тебе было нужно какая-нибудь синяя вещь да именно я знаю что тебе подойдет минутку вот ну как тебе то что надо в такой цвет мы и будем красить стены клайв учись не надо ждать 18 лет да брать так и чё и чё могли там колер подобрать просто нет хотя плюс кем я разговариваю господи я хочу чтобы вот на стеночки у нас были вот такого вот синенького цветика как это платьишко девушка девушка какого цвета вам нужен колер вот такого синенького как это платьишко девушка я вас сейчас бить начну подожди куда надо будет идти образец подожди где оно было а вон там по моему оно было я не помню где он находится так модные вещи платье синее или золотое о бумер смотрите о приветик надо найти что-нибудь ярко синее смотрите кто там говорил еще вторую игру играть я про что говорил вам в начале стрима еще раз напомню вы выбрали игру братс однако я проверил на ютюбе за сколько проходит в среднем там одно прохождение за час поэтому я такой ну надо если вдруг быстро пройдем надо вторую если быстро пройдем понимаешь не сто процентов будет вторая часть вы чё с ума сошли я это сделал чтобы вас подстраховать это не то что вы с меня в результате можете требовать это явно не та ситуация понимаете приветик надо найти что-нибудь ярко синее я просто знаю что мы эту игру будем играть ну я не знаю месяц такими темпами я могу помочь можешь да нет спасибо я просто смотрю я нашла синий какой нам нужен зайка зацени прикольно какой насыщенный цвет мы отсканируем образец и я сразу же подберу вам краску вторая игра называется модные девочки вот возьмите это название как у порнофильмов 80-х краска у нас будет теперь нужен диван какой диван сука подожди вот так вот редакции и работают да ну то есть ты просто идешь такой нужен диван и начинаешь ходить так диван у нас может быть слушайте а эта музыка dmc интересно или нет ну-ка модные вещички так подожди слышу тебя есть диван нет диван модная вещичка точно видел эти диваны кожаный кожаный черный диван а я понял чат модные ткани не это тоже не то вот идеальный диван мы его берем ничто нам не помешает и этот диван нам подойдет старая клюшка эм в смысле мисс максвелл как раз такой хотела перетяните его розовой тканью хорошо мы перетянем диван и доставим ваш офис давай быстрей нельзя заставлять мисс максвелл ждать о привет саша кажется ты хотела купить этот диван хм твои проблемы мусуки мусуки злобняжки собрали диван прямо у нас из-под носа мусуки спиздили диван у нас есть второй такой же злобняжки вот этот кажется он уже не новый да но мы починим его будет как новенький принесите ткань и набивку для дивана и мы все сделаем по рукам это идеальный диван для офиса хорошо возвращайтесь с тканью и набивкой это стиль лофт понимаете это как бы не просто так не хухры мухры модные ткани я уже предчувствую здравствуйте здравствуйте подсказать что-нибудь да я ищу ткань чтобы обтянуть диван какая вам нужна ткань хм я возьму красную я возьму красную спасибо до свидания сама до свидания блять но офис синий ну на контрасте ты чего ты хочешь приходите когда найдете и ткань и набивку а набивку 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 ого подожди а может быть набивка тоже там слышите а набивка есть здравствуйте хотите что-то еще можно поменять ткань я взяла не тот цвет конечно 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 давай желтую хуй с ним я возьму желтую спать перетащи зонтаря там говорят я чистым русским языком набивку и ткань понимаешь у меня только только ткань есть набивка я так понимаю это не то что нам тут стоит ждать я в три ночи проснулся и был на работе я ничего не понимаю я сегодня в семь проснулся и все это время был на ногах потом пришел сюда играть в братцы то оно не работало сразу понимаешь поэтому ты тоже ну как бы представь что ты просто сидишь тут смотришь а я вот и играю не надо желтую не надо желтую надо они просто когда узнают это какой 2005 год скоро они посмотрят сумерки и усутся с эдварда понимаешь поэтому им нужен желтый диван набивку это вся набивка а вот и набивка для старого дивана мягкая как облачко ну это пока он маки эдвард каллен сексуален алло керанис вот ты вроде мой модератор да вроде как и нет беги а платить зачем платить то евро ничего себе не знаю что хуже сейчас ротовирус или брат но спасибо тебе и конечно же меньше а ты не задумался что возможно одно это часть другого и возможно производная от а подумай над этим страшно ничего мы эту тварью делаем еще будет кроме оказалось вы хотели такой же диван как на витрине ну да сама вижу цвет не подходит в магазине ткани нужно найти обивку подходящего цвета есть такая песня эдвард каллен сексуален я я такого не знаю простите интересно вот держи я вижу вы нашли набивку и ткань для дивана да на желтую не так в смысле не так как не так ну нет надо именно красную ёбона мать да что ж ты за девушка такая здравствуйте хотите что то еще можно поменять ткань я взяла не тот цвет конечно а именно не тот цвет ну тогда синюю на 1 возьму синюю за что там чат голосу чё вас происходит хоть что-то еще да что тебе не понравится мужчина забирай не получится в смысле так красный получается надо девочки голосуем так выбрали эдварда 65 процентов еще был а там джейкоб 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 ты просто тянешь время что ли в смысле здравствуйте можно поменять ткань я взяла не тот цвет конечно кто-то недоволен темпом прохождения прикинь все горит время тянешь проходи быстрее мне интересно я возьму красную я в шоке душнило не хочет вторую игру а это фанаты братс приходите когда найдете и ткань и набивку так я замечательно выбор не было да диван доставят сегодня же привет зай ну что будет у нас ярко синяя краска все в порядке котенок нашла ее классно а ты что делаешь ангел ангел котенок и займ для этого потребуется все мое мастерство классно встретимся в офисе и ты мне все покажешь до встречи осталось подойти к дизайн компьютеру и сделать маленькое чудо да девчачье девчачье прозвище зая котенок и ангел мальчишачье прозвище бивень опёздал и кирпич ну типа я бы хотел на самом деле если бы девочки так друг друга называли это была бы совсем другая игра ты тоже наш ангел смотрите и учитесь так логотип братс сука Такой кровавый взрыв просто из этих глубоких и вылетает омолок. Вот это? Мне нравится. Просто нахер насквозь. Даже я говорю, что это потрясающе. Даже мы говорим, что это просто круто. Отлично. Про что сделаем первый номер? Это не проблема. У меня в детстве была именно эта кукла в таких же шмотках. Так получилось, что я забрала приглашение, которое Вредин хотела выкинуть. Невероятно! Ультрамодная журналистка Джей делает самый клевый репортаж! Приглашение на закрытую вечеринку в Буме! Это же самый крутой панк-рок-клуб! Там будет благотворительный концерт «Спасем мир». С ума сойти! Фантастика! Вот это да! Там соберутся все рок-звезды! Посмотрите, все расходы оплачены. Невероятно! Нас будет ждать личный самолет и номер в пятизвездочном отеле в Лондоне! Мы с Суэвер! Ничего себе! А мне игра на все. Чисто на расслабонии. И музон ничего такое. И мы едем в Лондон! Да-да, красава! Наслаждайся! Часть пятая. Нам же не в чем ехать! Пробежимся по магазинам! Прекрасная мысль! Обожаю ходить по магазинам! Я тоже! Смех! Помоги братс выбрать самые стильные вещички для поездки в Лондон. Щелкай мышкой по нарядам и прическам и перетаскивай их в примерочную. Для костюма надо собрать детали, которые подходят друг другу лучше всего. А в каком они городе? В Нижнем Тагиле. Так, смотри. Мы едем в Британию, да? Вот. Следовательно, флаг британский сюда. Сюда. Вот это. Так, прическа нам нужна вот такая. Угу. О-о-о. Ну все. Это не мой стиль. В смысле не твой стиль? А как мне понять, какой стиль твой? А-а-а, типа надо вот четко, вот четко это сделать, да? Ага. Это не та прическа. А я реально должен. А-а-а. Так, ну в целом я почти сделал, кстати говоря. Ну? На все ста. Что-то стример втягивается помаленьку, да я уже давно в этом дерьме, так сказать. Так, че еще надо, кому че? Так, приступим. О-о-о. Это не мой стиль. В смысле нет, оно же. А-а-а. Топик. На все ста. Кто-то сегодня бивень победила. Котенок-ангелочек, зайчонок-бивень. Просто супер. Так, это у нас женщина-болевенщина. Ага. Так. Так, прическа. Хоть сейчас на подиум. Это расщеперка. Расщеперка Ивановна. Просто супер. Блин, у меня палит просто невероятно. Так, хорошо. Блин, я опять забыл. Игра по мозгам дает. Просто пипец. Так, на сисичник. Все. Мега модно. Прическа не та, все та, понимаешь? Не та прическа, сиси не та. Все подошло. О, еще. Отлично написано. Так. Сердечко. Ищем сердечко Сто евро? Ничего себе Я сейчас спал и проснулся от того, что голова болит А оказывается стрим включился сам Я в охуе, как получилось Ничего не понимаю Тут без выпивки не разберешь А судя по игре, надо много брать Пошел я в жопу В смысле в магазин? Меньше чем 3 Меньше чем 3, хорошо, Дементифет Самое главное, это Не забывай плотно держать в курсе, хорошо? Мега модно Почему есть на сисечнике, но нет на писечников? Если нет Ты об чем вообще? Это оно? А мне типа какие-то штрафы бывают за то, что я подсматриваю Ну, знаете как Я потому что, ну, не сильно вывожу, честно говоря Я постоянно забываю Это кажется оно Денег меньше Да это не мои проблемы, во всяком случае Надо отметить Это оно? Нет, господи Что за шарик? Писка моды Писка моды Бла-бла-бла-бла-бла чат потек да давно уже открыто два наряда всюду мы же же мы лучшие мы модные девчонки мы едем в лондон наркоманы неужели у нас будет собственный журнал готовься лондон мы едем а я слышала что бум самый клёвый панк-клуб в мире завтрашний концерт пойдет в историю там будет все рок-звезды бедная вредим она даже не знает что выбросила билеты на главную вечеринку года я не понимаю как вы дали джейд унести приглашение на вечеринку года даже на месте в это время не было да не хочу ничего знать если журнальчик братца обойдет мой хит сезона я повешу вас вниз головой на ваших же шнурках вы меня поняли это потрясающе но и мута кей добро пожаловать в президентский номер самого крутого отеля да подвесит их на веревочках это японское искусство называется шиноби по-моему да или шигеру розовые розы уберите вашу шапку что это ваша волосатая крыса напала на моего оси да я вон трогайте пупсика не обращай внимание на эту мощь гигочат сидеть маленький красави розовые розы за что тебя платят качает в голове не укладывается часть 6 происки злобняшек в голове не укладывается как вы позволили джейд забрать мои билеты и приглашение на концерт спасем мир там собирается вся элита это вы знали но хватит верните билеты или отправитесь по домам если каким образом они отправятся по домам если они не вернут билеты тупой кейси заткнись мы найдем билеты без билетов можете не возвращаться карри я скоро не вернусь так подожди мы за них играем взять обед так они это едят найти а выйти из комнаты шрифт не читабелен просто заткнись смысле не трогайте пупсика и займитесь билетами заткнись смысле не трогайте пупсика и займитесь билетами ничего себе не нужно чем-то занять мир это игры скоро букаки сделаю себе поднял с помощью катаны сука выпустили с мысли не могу не трогайте пупсика и займитесь билетами не хватало еще чтобы он за нами увязался нужно чем-то занять мерзкого пупсика займем урод мерзкой едой ешь это надо на донат не знаю ты его задержит пошли цель ясна попасть комнату девчонок брат и найти билеты как теперь достать ключ надо осмотреться вдруг найдем что-то полезное подожди я конечно понимаю конкуренция да и не нравится им директриса конкурирующего журнала поэтому они открыли свой они такие мы открываем свой журнал вот короче сука нашли денег на то чтобы найти ну там снять комнату в приличном каком-то бизнес-центре да у них заключился договор там мусти по графе и да там вот это вот все кто-то распространяет это все дело 100 евро ничего себе мебель то это что получается игра за персонажей с другой стороны конфликта до last of us 2 ничего себе уровень делали же раньше игры да это до last of us дракман посмотрел так вот о чем я следовательно за всем этим стоит кто-то кто все это монетизировал понимаешь то есть у них кто-то занимается финансированием как они заработали эти деньги или их выделили им в кредит непонятно история об этом умалчивает но между тем они конкурируют с другим более успешным журналом и что делают эти девушки в первую очередь на саммит на котором заключаются договоренности они выезжают сами при этом конкурентом они в крысу в падлу и в сволочь воруют билеты то есть маленькие девочки за которых мы играем это по сути мерзкие самовлюбленные твари понимаешь который в результате доставляет другим проблем все вот именно вот на этом воспитывают наших детей нужно запретить брат запретить игры компьютеры интернет и электричество я считаю что вот так все я все сказал это номер брат дверь заперта а ты думала будет открыто наверное нет ладно забудь подожди там лифт туда мы не хотим а сюда мы не можем да мы можем домой один сказала без билетов не приходить да если не справимся старая клюшка нам задаст преступный сговор да здесь хранятся ключ группы лишь если вежливо попросить нам дадут ключ от их номера вежливо давай попробуем здравствуйте отдайте ключ здравствуйте можно нам ключ от номера пятьсот четырнадцать это ваш номер нет да да нет простите но я не могу выдать вам ключ от чужого номера ну пожалуйста 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 ради всех розовых розочек в розовом садике простите не обращайте внимание боюсь я вынужден вам отказать если номер не ваш я не имею права дать ключ я могу помочь чем-то еще нет хорошего дня леди бледи хорошего дня так посмотреть на тележку смотри тележка горничный с ума сошла не буду я здесь убираться и это дура моя сестра да нет же на тележке может быть что-нибудь нужное смотри универсальный ключ брать да вы не брать ты это нужно открыть номер брат жизнь прекрасна почему музыка брать они же враги брать поехали это номер брат дверь заперта а ты думала будет открыто ну наверно нет и могу обузать варка варка надо забрать билеты да а ну тут не ленка на и все это должно было быть нашим хватит мыть билеты искать надо Какая мерзость, господи. Так, подожди. Монитор, так. Я понял. Слышите, вы брэдс. Какие вообще брэдс вы, сестерс? Спальня, миленько. А мы все в одной комнате. Просто зла не хватает. Так, если бы я был маленькой тупоголовой девочкой, то где бы я прятал свои... Слышишь, кто-то идет. Прячемся. И где девчонки? Тут так темно. Тихо. Нам не выбраться, пока парни в комнате. Я не хочу навечно застрять среди этих жутких тряпок. Ага. Сука. Так, посмотреть на книгу с адресами. Да, подожди ты, давай посмотрим, что тут еще есть. Подожди, это что, вариативность? Ладно, давай посмотрим. Смотри, записная книжка. Смотри, телефон Кэмерона. Он вообще симпатичный. Дай мне. Смотри, что ты наделала. Ты порвала книжку. Брэдс. Брэдс. Ой, блядь. Можно потише? Хочешь, чтобы нас нашли? Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Тогда выходи. Можно потише? Хочешь, чтобы нас нашли? Ладно. А может быть, этот листок туда выложить? Смешная шутка. Так я не знаю. Посмотреть на книгу с адресами. Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Недоступно, потому что они злодейки. Есть телефон. А может быть... Можно позвонить им на мобильник и как-нибудь выманить из комнаты. Давай попробуем. У них есть свои мобильники? Здравствуйте. Вас беспокоит администрация. Вам посылка, сэр. Посылка? Откуда вы знаете мой номер? Из вашего заказа. Пожалуйста, спуститесь вниз за посылкой. Ага. Сейчас спущусь. Странно. Позвонили снизу и сказали, что мне пришла посылка. Слушай, а откуда у них твой мобильник? Он был в моем заказе. Где-где? Пойдем посмотрим. Ладно, пошли. Это же пиздец какой-то. Это же просто пиздец. У меня аллергия на вещи, братцы. Это же, блядь, невозможно просто. Это, сука, отупение. Я, блядь, даже себя не представляю маленькой девочкой. Это нелогичная какая-то срань. Господи боже, мы играли в Нэнси... О, боже, там хотя бы, блин... О, боже, что... Возьми. Смотри, билеты! Ну? Они были в куртке! Они своровали ваши билеты. Может, теперь вредин даже нас повысит? Тем временем. Я начинаю скучать по Нэнси... Ну ты где? Уже четыре часа. Мы же договаривались у колеса обозрения в три. Жасмин, извини, пожалуйста, у меня дел по горло. Я смогу подъехать только через час. Ладно, проехали. Я сама статью напишу. Пока. А чё костюм это закрытый? Я столько их раскрывал. Давай, прыгай в речку. Давай. Фотосервис. Привет, котик. Не отвлекаться. Главное, концентрация. Ты о чём думаешь? Тебе просто поговорить надо. Он компьютерный гений, очевидно. Не отвлекаться. Главное, концентрация. Подожди, как его зовут? Нахал? Всё, что себя-то видела? Не отвлекаться. Главное, концентрация. Чел просто стоит спиной, не обращает на неё внимания. Вообще, ноль внимания такая. Нахал. Как ты смеешь? Так, это продавщица. Подожди, а что делать? Тут не делать ничего. Выходи. Моя голова. А всё, как бы. Привет, маленький. Ты чей? Ты потерялся? Ах, тебя зовут Ози. Какой ты милый, Ози. Бедняжка. Меня вот тоже подружка бросила. Пойдём со мной. Я знаю, что делать. Сфотографирую тебя и сделаю объявление. Тогда твой хозяин тебя найдёт. Скажи, сосиска. Возьму карту памяти и с фотоаппарата отнесу фотосервис. Он был где-то рядом. Бедняжка. Бедняжка. Сосиска. Здравствуйте. Не отвлекаться. Главное, концентрация. Слушай, она, походу, у неё одна мысль такая. Ты знаешь, как сопля вот эта в носу. Вот у неё мысль такая в мозгу. И она просто, она боится отвлечься. Она такая, я иду. Я иду проявить фоточку. Я иду. И тут она отвлекается. Она такая, не отвлекаться. Главное, концентрация. Понимаешь, она... Здравствуйте. Мне нужно напечатать объявление. Тогда вы по адресу. У нас есть фоторедактор на любом компьютере. Ага. Мне нужны фотки с этой картой памяти. Конечно. Можно взглянуть? Пожалуйста. Вот дискета. Ставьте её в компьютер, и программа откроется. Брэц. Брэц. Флопик? Чтобы написать объявление, нужен компьютер. Ну? Откуда она знает, как флопик вставлять? Как его открывать? Ты с ума сошла, что ли? Сышь ты. Мужлан. Мужлан. Извините, вы не могли бы убрать вашу кошку? Это не кошка. Это миссис Кис. Ей нравится сидеть там, где она сидит. Мне очень жаль, но вам придётся подождать. Подождать? Сейчас мы подождём. Сышь, шарик, откуси этой кисе маленькую мордочку. Ты славный пёсик, правда, Оззи? Иди, пообщайся с миссис Кис, а то и грустно. Нахал. Уберите, это чудовище от миссис Кис. Это типичное поведение было Эвана и Тоси. Он подходит, она говорит, и уходит, короче. Вот, вот, видите, вы же можете. Мы делаем что-то не так. Да вы всё, сука, не так делаете с рождения. Так, найдена собака, рамка. Да, это мне, эту, или может быть, эту. А есть какие-нибудь, ну, типа... Эту, эту, да, да, а что? У меня получается зебровая. Да, или может, эту, эту, а что? У меня получается, да, да, эту. О, кайф. Приколь, мне сам... Приколь, прикольно, прикольно. По-моему, хорошо, прикольно. Мне самой нравится. Пять-пять-пять-один-два-один-два. Ну, ладно, допустим, так. Отлично. Стильно и по делу. Нужно позвонить. Часть седьмая фотоохота. Привет, принцесса. Джейд, привет. Как задание? Мы с Сашей в парке, делаем обзор моды. А ты где? Ой, я тут отвлеклась. Я встретила милого пёсика, и сейчас ещё его хозяина. А, опять щенки-котята? Ладно, Жасмин, мы в Лондоне и сделаем фантастическую статью для журнала. Да, верно. Спасибо, котёнок. Ну, давай, подружка, встретимся в гостинице. Пока-пока. Как Жасмин? Она опять подобрала собаку. А-а-а. Продолжим исследование природы моды в естественной среде. Ха-ха-ха. Помоги Джейд и Саше сделать необычные снимки для статьи про моду. Объектив можно перемещать по экрану при помощи мышки. Чтобы сделать фотографию, щёлкни мышкой. Фотографируй братц и их друзей для подборки модно, а злобняшек и вредим для раздела барахло. Так. Там нет системника. Куда она вставила эту дискету? Прикольно. Вот так. Так. Так, модно. Что у нас тут модного есть? Посмотрим. Не то. Сука, да я ещё не нажимал. Я нечаянно. Модно. Что это было? Это явно не модно. Да ты, блин, на моду не похожа в принципе. Что это было? Ну, хер знает. По-моему, это не модно. В другой раз не промахнусь. Модная, я думаю, это не они, да? А просто сегодня просто кайф. Модрым тоже тяжело, я смотрю. Так. Промахнулась. Да, в смысле, промахнулась? Как ты могла промахнуться? Да, вот так. А, я понял. Вы только посмотрите. Бывает. Да в смысле, она модная. Я не понял. Попробуем ещё раз. Как, сука, понять, что модно, а что барахло? Готова? Розовые розы. Нет. Оно мигает, что мигает? Что модно? Откуда я пойму, что тут модно? Как мило. Это модно? Стильно. Ух ты. А в прошлый раз я фоткал, было не модно. Так, барахло. Бывает. Слушайте, это модно было, да? Так, мне надо сфоткать барахло. Ты барахло. Розовые розы. В кадре. Блядь, я понял. Плохо, хорошо, короче. Плохо, хорошо, а не модно барахло. Так, хорошо, хорошая фотка, давай. Модно. Это плохо. Ну, в смысле, это барахло. Да, вот так. Стильно. Так, теперь барахло, давай. Есть кто? Я не знаю, барахло ли ты или нет, уходи. Писк моды. Ой, промахнулась. Это модно? Сука, ты что, ты из-за помойки выпрыгнула? Что это было? Великолепно. Так. Не-не-не-не. Попробуем еще раз. В смысле, ты был модный? Ой, блядь. Вот так. Да, вот так. Не-не-не, ты модная девочка, зайчик, ангелочек. Великолепно. О, сука. Отличная фотка. Голуба кирпич. Угу. Так, это модно. Да, вот так. Это модно. Это модно. Так. Так, это не барахло, ты хороший мальчик. Точно. Это для странички барахло. По мойке прыгает. Найс, у вас, конечно, модные войны, я бы сказал. Так, это не модно. Розовые розы. Ты себя видела? Сто евро? Ничего себе. Хорошая игра и конкурсы интересный, чат. Меньше, чем три. Да в смысле? Я же... Это барахло было, она просто убегала. Спасибо тебе. Розовые розы. Опа. Вы только посмотрите. Так, нам нужно еще одно модно. Модно? Беск моды. Стильно. Найс. Так, это... Моя очередь. Так, барахло. Так, подожди. Блин, было много донатов, я, к сожалению, не могу этот, в общем, ну... Розовые розы. Ты барахло ходячая. Простите, если я друг кого-то не вижу. Розовые розы. Так. Есть кто? Жесть красавчик. Сильно. 100 евро? Кадре. Ничего себе. Не боишься? Восхитительно. Что этот стрим забанит на фу из-за нарушения конвенции ООН по правам человека. Это оружие массового поражения. Помогите. А, я думаю, что любой, кто заходит сюда, он тут и остается. Великолепно. Рассказать никто не сможет, понимаешь? Классный кадр. Думаю, большая часть людей пускает пену на данный момент, поэтому это не мои проблемы. Удачно. У меня стадия принятия, ты знаешь, у меня уже как бы... Розовые розы. Розовые розы. Это для странички барахло. Тааак. Да, вот так. Стильно. Вы только посмотрите. Стадия принятия. Можно третий экран? Мне так понравилось. Спасибо. Так, у нас барахло. Есть кто? Ты не барахло, мальчик. Ты классный парень. Как-то сколько там поместился? Отличная фотка. Писк моды. Стильно. Удачно. Так, барахло. Да, вот так. Ты не барахло. Когда проводишь целый день с ребенком, то эта игра кажется даже интересной. Держись, Анжа. Держись. Барахло. Точно. Вы только посмотрите. Стильно. Майс. Ух ты. Да, вот так. Мы ее два раза сфоткали одинаково. Смотрите левую нижнюю. Как мило. Слышишь, хватит выпрыгивать из этого дерева. Там уже три человека. И откуда... Откуда вы там вообще беретесь? Да, вот так. Хватит выпрыгивать. У меня диск с этой игрой жив. Это точно барахло. Классный кадр. Мне одна зрительница прислала фотографию диска с этой игрой. Классный кадр. Вообще-то. Моя очередь. И драгонтит скотина такая я тоже прислал, кстати. Господи, это четвертое окно уже. Писк моды. Просто супер. Точно. Вы только посмотрите. Это самое страшное, что происходило в этой игре. Тут надо стараться. Сука. Уйдят все. Розовые розы. В смысле? А только... А, ну да. Писк моды. Стильно. Помощная мода. Она как будто лезет туда. Отличная, да. Я согласен. Что это было? Найс, растяжка, бро. Как мило. Стильно. Найс, фотка. Просто лучше. Отличная фотка. Так. Найс, давай покажи Бексуку сюда. Секс-машина. Все, хватит. Можно мы пойдем? Да? Открыто на ряда в четыре сюда. Сюжет. Вы нашли Оззи. Я боялся, что больше не увижу его. Так он ваш? Розовые розы. Арестуйте их. Немедленно. Да. О, нет. Эта тетка летела со мной в самолете. Так, девочки, за мной. Это мои друзья. Вот наброганый день. Эдгар, ты же понимаешь, что эти дамы не могут войти в клуб в такой одежде. Рюшки несовместимы с роком. Вы хоть знаете, кто я? Я Вредин Максвелл, директор и главный редактор журнала Хис-мезона. Всего хорошего. У нас здесь тусовка закрытая. Круто. Круто. Потрясающе. Как мне отблагодарить вас за Оззи? Может, дадите интервью для нашего журнала? Я договорился с Крэш, чтобы они играли на концерте «Спасём мир». Концерт будет завтра. У нас есть билеты. Тогда, может, провести вас за кулисы? А потом я бы дал вам интервью. Ура! Ура! Ну, мы знаем, чему-то заканчивается. Мне ещё нужно пару часов, чтобы прикид подобрать. Сейчас, посмотрю. О боже, билеты исчезли. Нет. Часть 8. Рок-звёздочки спасают мир. Отчего? Давайте думать, как пробраться на концерт без билетов. На концерт без билетов пустят только рок-звёзд. А мы не рок-звёзды. Или звёзды? Ты что-то придумала, я вижу. Итак, мы станем звёздами. Найдём наряды и инструменты, нас примут за знаменитостей и пустят в клуб. А вдруг получится? Круто! Саша, ты сделаешь плакаты нашей группы, а мы, Жасмин, развесим их возле клуба. Я найду нам концертные костюмы. Дилан и Кэмерон добудут инструменты. Конечно, девушки. У нас всё под контролем. Девчонки, мы будем рок-звёздами. Ух, похоже, я обошла все лондонские магазины и нигде нет подходящей одежды. Где же вдохновение? Конечно, вы будете рок-звёздами. У тебя папик есть, который тебе, сука, журнал купил просто потому, что ты захотела с подружками тусить красиво. Сука. Сладости давайте поедим. Папа платит, да? Давай. Попробуй бесплатно. Бесплатные конфетки? Возьму одну. Угу, съедом. Отелье. Там, блядь, чинарик какой-то, смотри. А чё ты не идёшь? Посмотреть на конфеты. Я, по-моему, сломалась нахрен. Я, по-моему, не могу никуда пойти. Она прилипла. Ты чё прилипла? Если я сейчас выйду, я, наверное, с начала игры начну. Как мне это делать? Я не могу никуда зайти. О, раздуплилась. Бери конфеты. А это уже невежливо. Слушай, невежливо. Невежливо это быть тобой просто, понимаешь, в сегодняшний день. Так, подожди. Ириски, видимо. Да куда ты идёшь? О, Господи. Послушай, это свежий журнал, да? Только что купила. Вот где прячется вдохновение. Не одолжишь его на минутку? Я ещё не прочитала. Всего на минуту. Полистаю и сразу верну. Может, попозже. Может, дать ей что-нибудь взамен? Девочка купила журнал. Девочка имеет деньги, а ты не имеешь на журнал. Ты понимаешь, ты просто попрошайничаешь. Ты сейчас будешь на конфетке выменивать журнал. Сволочь ты такая. Вот, хочешь? Вау, сахарный взрыв, мои любимые. На здоровье. Взяла бесплатный, девочка там бесплатно раздают. Я уже дочитала. Брэдс. Нет, нет ничего. Спасибо, Заяц. Заяц? Ничего достаточно низкого, чтобы эта девушка так не поступила, понимаешь? Брэдс. Так, а можно его посмотреть? Нет? Нет? У Фаррелла. Так. Магазин у Фаррелла. Лучший в Европе. Может, здесь мне повезет. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин. Спасибо. Угу. Я, наверное, тут что-то должен увидеть, потому что... Нет? Потому что я тут ничего не вижу. Так. Опа-на. Посмотреть на стильные вещички. Вау, стильные вещички. Ух ты. Вы только посмотрите. Шикарно. То, что нужно рок-звездочкам. Брэдс. Брэдс. Ты... У тебя денег нет. Ты своровала только что. Она просто своровала. Давайте как-нибудь сделаем вот так, чтобы вот такими мешковитыми штанами не видно, да? Что ты их туда напхала. Спокойно, медленно, аккуратно выходит. Как вам кажется, ей понравится? Мэм, я не знаю вкусов вашей дочери. А вам самой нравится? Ну, как вам сказать? Реклама Билайн поперла. Так, подожди, а мы можем еще стильные вещички своровать какие-нибудь? А тут нет больше ничего, банально. Не, подожди. Простите, что вмешиваюсь, но могу я вам чем-то помочь? Я хочу купить дочке платье, но не уверена, что она станет его носить. Я не знаю вашей дочери, но уверена, что такое платье она не наденет. Вы думаете, что же делать? Я хотела подарить ей платье на день рождения. Хотите, я подберу ей хорошее платье? Я буду вам очень признательна. Вы не отнесете это платье обратно. Брэц, брэц. Да мы поможем, какие проблемы. Ёптва. Смотри, Кейси, кто пришел, это Хлоя. Пустите меня посмотреть платье. С какой стати? Мы тут стоим. Сука. Посмотрите, какой журнал. Плохая идея. Ладно, смотрите, какое платье. Как вам это платье? Ужас. Не нравится? Да это же писк лондонской моды. Ты что, шутишь? Кейси, ты думаешь, она шутит? Ну, не знаю. Это... Авангард? Отлично, я покупаю это платье. Слушай, Вредин послала нас за самым модным платьем. Можно мы его возьмем? Ну, не знаю. Ладно, так и быть. Забирайте, а я поищу другое. Ха! Успехов! Мы взяли последнее. Как-нибудь переживу. Пошли, Кейси. Отнесем Вредин платье. Ей понравится. Оно же не розовое. Ну, если это писк моды, Вредин будет в восторге. Окей. Чао, модельерша. Злобняшки ушли. Буду искать красивое платье. Злобняшки. Сука. Так, красивое платье. Вот, китайское возьми. Какой фасон. Дочка этой женщины должна обрадоваться. Платье Чан Ли. Давай, все, погнали. На общем платье. Вот, мадам. Это платье гораздо лучше. Красивое. Спасибо, что помогли выбрать, мисс. Я Хлоя. И мода моя профессия. Спасибо, Хлоя. Она просто взяла первую попавшуюся... Алло. Ангел? Что нового? Нашла нам стильные прикиды? Да, зайка, нашла. Вы просто упадете, когда увидите. Круто. Что у тебя с афишей? Получается? Осталось навести красоту. Здорово. Так она реально своровала. Она не заплатила за них. Она заболтала, короче, продавщицу. Эти постеры украсят стены клуба. Она заболтала продавщицу, заболтала покупательницу. Вот, о, 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 я тебе платят вам. До свидания. Я, короче, и уперл в этот момент четырьмя наборами одежды. Да я просто в шоке. Она обманывает детей. Она обманывает продавцов. Она в итоге обманет кого угодно. Они спиздили билеты, понимаете? То есть, сука, господи, какой кошмар. А так лучше? Нет. Может быть так? Мне нравится. А мне нет. Мне нравится. А так лучше? А так? Может быть так? Может быть так? Смотрится здорово. Сега-мега-адра... Так, подожди. Звездочки начало. Красотища. Прокаты, что надо. Саша, ты умница. Великолепно. А вы ждали меньшего? Да, конечно, нет. План такой. Повесьте их по всему буму. Тогда нас точно узнают и примут за звезд. Так, встречаемся здесь же через полчаса. Отлично. Чао. Я требую, чтобы этих девчонок арестовали. Как только они здесь появятся, я привыкла, чтобы мои приказы исполняли. Мэм, сказал же, я понятия не имею, кого вы имеете в виду. Естественно. Эти голоса на озвучке прекрасны просто. Это вредин. Нельзя попадаться ей на глаза. Пошли отсюда. Попробуем обойти ее. Всем чмоки в этом чатике. Подожди, этот чел, кого только не озвучивал. Кого он озвучивал? Я прям помню он. Он озвучивал. Кого он озвучивал? Да норм озвучка. Да прекрасная озвучка. Ты что? Подожди, я просто помню в каком-то старом... То ли в фильме, то ли в игре какой-то. Ну, в готике он точно был. Подожди. Короче, не важно, ладно. Че делать-то? Привет, Кэм, вы нашли аппаратуру. Конечно. Кэм, ты можешь сделать отвлекающий маневр? Что нужно делать? Просто подойди к двери клуба и кое с кем поболтай. С вредин. Что? Ну, не знаю. Ну, Кэм, если мы туда сунемся, вредин нас узнает. Ну, ладно, ладно. Чтобы я и не справился. Короче, где только его не было. Да, все, хорошо. 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 Простите, вы не скажете, который час. Что вам еще, молодой человек? Не видите? Я занята. Вы должна быть звезда. Ну, естественно. Я самая знаменитая знаменитость. Ух ты! Вы же великая. Да. Я та самая вредин Максвелл. Сработало. Она теперь вообще ни на кого внимания не обратит. Расклеим плакаты нашей группы снаружи и в самом клубе. Проще простого. Думаешь, будет очень сложно? Учитывая эту игру, думаю, будет пиздец как сложно. Плакаты. Так, сюда. Оп. Клей. Отлично. Найс. Незаконная расклейка. Угу. Как всрать облик города, да? Так, подожди, а мы туда можем пройти? Опа-на. Пока никто не видит. Давай, я прям здесь. Продам гараж. Бесподобно. Бесподобно, да. Еще стены здесь разрисую там. Пропустил? Не, я не мог пропустить. Ты что? А, ну да, смотри, правда. Отличное местечко для постера. Обалденно! Пора собираться на вечеринку. Вечером мы здесь зажжем. Ура, нас пропустили! Что значит, Краш распались? А выступление? Мы разбежались. Краш больше нет. И я одна пить не смогу. Нет, не может быть. Ты же понимаешь, что это настоящая катастрофа? Мне тоже жаль. Мы так надеялись на этот концерт. Боже мой! Вы Рокси, солистка Краш! Бывшая солистка, если быть точной. Времени нет. Публика уже ждет. Надо спасать ситуацию. Это Ди Каприо? Да, это Бурунов. Да. Вы умеете петь? Его нужны были деньги. Умейм, еще как. Зажглись новые звезды! Они зажгут ваши сердца! Изменим мир срок звездочками, бра! Братцы? Откуда они взялись? Гнать их! Слышите? Пошел нахать! Вас всех арестуют! Да вы знаете, кто я! Не баллы, звони! Все готовы! Поехали! Мне нужно было выговориться. И раз, два, три, четыре. Братцы выступают на концерте «Спасем мир». Помоги им с ритмом. Если все сделаешь правильно, число аплодисментов на счетчике увеличится. Когда счетчик заполнится до конца, ты выиграла! Звезды будут подниматься с площадки под потолок. Каждая девушка стоит на цветном круге. Чтобы поймать звезду, щелкни мышкой по кругу того же цвета, что и звезда. Спасибо, Адальтоник. Спасибо вам большое. Спасибо. И раз, два, три, четыре. Ладно, но при этом я и не пятилетняя девочка, поэтому, наверное, у меня получится. Это рок! Это рок! Это рок! Это рэпчик! Это рок! Все готовы! Ух ты! Вау! Получается! Отлично! Получается! Ух ты! Отлично! Ух ты! Получается! И раз, два, три, четыре. Мы нравимся! Мы нравимся! Мы не нравимся? Ну да. Ух ты! Мы нравимся! Ух ты! Это рок! Ух ты! Ух ты! Мы нравимся! Да! Отлично! Это рок! Это рок! Это рок! Мы нравимся! Это рок! Отлично! Мы не нравимся! Ух ты! Отлично! Да! Ух ты! Это рок! Да не паспорт! Утки? Сыся, ошибка была. Нормально всё было. Опять стебёшь дальтонников. Дорогой друг, я и правда дальтоник. Однако ты знаешь, как дальтоник я тебе так скажу. В нынешнее время обиженных кису, которые обижаются по любому поводу, я просто как дальтоник дальтонику тебе скажу, чтоб ты всрался, понимаешь? Потому что это уже до смешного доходит. Ты палец покажешь, и кто-нибудь оскорбляется. Знаешь, поколение каких-то норющих пиписечек, понимаешь, очень жалко выглядите и очень жалко действуете. Вот. Без агрессии, конечно. Обиделись! Простите! В стену! В стену! В стену! В стену! И вернулись! Что-нибудь в нарезку, вставьте момент, как, ну там, там стену расшибает с машины. Это так будет просто... ПОДУЮЛЬСКА Группа малолетних сволочей, которые обманули большое количество людей, в общем, таким образом добились, так сказать, в результате преступного сговора. Я не могу уже нормально разговаривать с обманом, воровством, подменой и прочей подлостью, добились успеха. Чему эта игра учит маленьких девочек? Если у вас будет вот такой вареник, если у вас будут вот такие скулы, вы их себе сделаете, и если вы будете вести себя вот так вот, и при этом вам все сверху откуда-то свалится, то тогда вы будете успешны. У нас есть вторая игра, чат. Как видите, я как человек ответственный, я, чат такой, мы хотим братс. Я такой, окей, ладно, выиграли братс, хорошо. Вот, и, ну, в общем, ну, чат такой вот, слюночка пошла, и такой все, обрадовался. Я просто посмотрел на ютюбе и говорю, игра-то короткая. Мы же не можем просто вот так вот через два часа стрим закончить. Нет, конечно, поэтому я себе и вам нашел проблему. Вы что, реально думаете, что на этом мы закончили? Я мог бы и третью игру найти еще, однако проблема в том, что я думаю, что я просто три игры не вынесу. Я просто ебнусь, извините за прямоту, я просто ебнусь, понимаете? Поэтому вот наша вторая игра, она называется Реальные Девчонки. Вот, Реальные Девчонки. Братс, Реальные Девчонки. Я позаботился о вас ценой своей жопы. Это все, что я хочу сказать. Чат такой, братс, ну я прошел бы и все, и как бы мы были бы в расчете. Мы так быстро проходим наказание, это получается скоро будем набирать на новое? Сука, это делали те же люди. Деградируем по плану? Ну да. Это как реальные пацаны. Это как страх и ненависть в Лас-Вегасе, понимаешь? У нас, говорит, был Ангелочек, у нас была Киса, у нас была Зая. Вот. Нам бы всего этого хватило, но вы понимаете, что когда хочешь упороться, упарываешься по полной. Поэтому здесь у вас братс, Реальные Девчонки. Что такое игроки? Так, мы знаем, что в игре 8 глав. Мне кажется, или в этом колледже какие-то тюремные порядки? Да брось ты, конечно, кажется. Идемте лучше обедать. Привет, меня зовут Мэридит. Я президент студенческого совета. Мне показалось, вы немного растерялись. Вот я и решила вам помочь. Здорово, но у нас все в порядке. О, мне не трудно. У меня тут готовая схема рассадки. Спасибо, но мы будем сидеть вместе. Но у нас нет отдельного столика для вас. Не волнуйся, мы найдем место. Но в нашем колледже такое невозможно. Не переживай, мы придумаем что-нибудь. Посмотри графон какой. Ты это видела? Подпортим им жизнь? Нет, незачем. Моя система отлажена. Они все будут вращаться в разных группах, и скоро у них появятся новые друзья. Вот увидите. Два года спустя. Уиз. Ух ты. Привет. Ой, я Хлоя. Я Кэмера. Да, я знаю. Это по фильму. Ты на каким занятиях ходишь? Это по фильму. Занятия? Есть фильм. Есть фильм. Но фу-ка. Блин, такое злорадство. Хлоя, ты самая неуклюжая балбеска в этой школе. Ты на себя, блядь, посмотри. Она там, главное, тазик. Хлоя. Тазик. Главное. О, черт, я ненарочно. Сейчас заточка. Ну, ненарочно. Вали ее. Это ты все специально. Вали ее. Не рыбай. Что за пункт назначения? Сука. Просто какое-то, я не знаю. Это как это. Твои волосы. Саша, ты глупая. Вертихвастка. Возьми свои слова назад. Нет. Хотя нет. Может, хоть раз скажешь что-нибудь умное. Да, нахуй. Знаешь что? Ты не такая глупая, как все говорят. Ты хуже. Да у них там они в тазиках бежут. Заварушка с едой. Чтобы бросать еду, наведи курсор на цель и щелкни кнопкой мышкой. Бросай в людей как можно больше еды, чтобы они не могли бросить в ответ. Чтобы пройти игру, заверши три раунда. Если в тебя попадут больше 20 раз, придется начать уровень заново. Это самое, как вову. Можно мне просто огнестрел? Ну, сука. Холод. Холод. Хо? Вот мне мой хот-дог. Молодцы. Че ты стоишь там, ты бежишь? 100 евро? Ничего себе. Спасибо за веселое вечер. Подожди, я занят. Ешь, блядь. Я тебе сейчас замахнусь на... Ешь, блядь, поглощай. В полном объеме. На. Кому там еще накормиться? А? Че ты стоишь там, я тебя вижу? На тебе пару тонн еды. У меня палец болит. Вас уже, это... Закармлюсь. Не, подожди, тут можно фармить очки. Какой смысл тут? На, получи. Ешь. Поглощай тыщу. Блядь, как на убой здесь откармливать. Ты посмотри, сколько еды у них на столе. И так, три раунда! Три раунда! Вы что, с ума сошли? 72%? А, да! Серьезно? Ну-у-у-у! Что-то прячешься там! Слушай, по-моему, это слегка перезатянуто, нет? Ну, типа, блин, до хера как-то еды нужно скормить этим тварям, чтобы они поняли! Я есть захотела! Вот видишь, что произошло из-за тебя? Все, что есть захотела! Ну-у-у, покращай! Я не понял! Е-е-е-с! Жесть игра кайфовая! Смотри, тут просто перестрелки едой! Я тебе кину! А, блин! Я не понимаю, почему я ее, блядь, закармливаю едой! Я ей натурально тазик только что на рожу вот это вот выкачал! И все равно она кидает! Почему ты не уходишь? Почему вы продолжаете целиться? Она, она, фу-ка, просто стоит на покер! Слаб получается! Как видишь, я побеждаю! Я побеждаю этих детей! Давайте выходить! Сейчас я вам покажу, что такое по-настоящему получить в ёбучь едой! Простите за мат, я по-другому не могу! Ха-ха-ха-ха! Агрессивный притрот отношений к игре! Сука, ты такая! Ты просто плюешь на правила игры, в которой ты, собственно, и принимаешь участие! Мне просто посрать вообще! Что ты делаешь в этой игре? На-е-е-ш! Я тебя кину сейчас! Сука, она просто кидает на скотч! Да ты, я тебя только что закидал! Вон там вообще читует! Да уйди отсюда! Че ты стоишь тут! Да, блядь, ты че вообще хуйня? Я тебя сейчас подойду тащу! Она получила, блядь, двумя стаканчиками бумажными в рожу! И все равно закинула свою дерьмо! Ух ты! 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 Господи, на что стример тратит свою жизнь? Утр, смотри! Это примерно как говорить учителю, который приходит к ученикам и учит их хорошему. Я не хочу сказать, что я учу вас к хорошему, но это вы. Это ваша вина, понимаете? Только лишь ваша. Исключительно вы виноваты во всем, что происходит. Мы 500 тысяч очков набрали. Поэтому кто там сказал, что типа 500 тысяч наберешь? Вот, а иначе все по новой. Иди в жопу. Я забыла, что играл в эти игры. Даже фильм смотрела в детстве. Хорошо. Вот он сушенчик. И кого-нибудь на голову. Вы отчислены. Прочь с дороги. Ты, ты, ты и ты. Наказаны. Блядь, ну сколько же плод фильмов. Я споткнулась. Уж простите, ваше высочество. Ты всегда была такой. Ни за что не признаешься. Не надоело, что вы двое вечно устраиваете бедлам, и мне приходится за вами убирать и выручать вас. Интересно. До тебя два года не словечко. Тоже мне за умная химичка. Я? Ты сама перестала разговаривать с Аня, как только связалась с вертихвостками. Мол, я круче вас. Да. Не ври. Это ты перестала говорить со мной. Неужели? Помолчи, Саша. Ты покупаешь друзей с помощью папиной кредитки. Что, завидно? У тебя-то не кредитки, не отца. Это реальный сюжет фильма. Я думал, что в игре предыдущей была тупость. Это оказывается, ну... Итак, леди, вы просидите тут два часа. Так. Советую вам за это время обдумать, что вы натворили. В нашем колледже непозволительно так себя вести. Во что вы превратили мою статую? Я вернусь через два часа. И помните, я за вами слежу. Да, только ты тут уничтожила собственность, да, и при этом как бы достопримечательность тупая-то скотина. Ой, план на вечер. А что такое, ёжик? Что произошло? Ладно. Может, мне стоит извиниться перед Хлоей. Хлоя, извини. Я не хотела обижать тебя. Ничего страшного. Нет, я виновата. Ты была мне опорой, когда мои родители разводились. Я этого не забуду больше никогда. Девчонки, мы же всегда всё делали вместе. Что случилось? Почему мы перестали дружить? Я не могу вспомнить. Мы просто нашли себе разные увлечения. Это так странно. Я не могу вспомнить. Вы просто отвернулись, у вас мозги как у чая. Вы просто забыли ту же секунду друг про друга. Я, например, с разными девчонками из группы поддержки. Это человеко-ненавистничество, понимаете? Так что же нам делать? Я очень скучаю по вам. Я тоже соскучилась по вам, подружке. Я просто не осознавала, как сильно. Нужно научиться контролировать наше время. В том, что случилось, виноваты мы сами. Мы можем дружить друг с другом. И заниматься нашими увлечениями. Но как это сделать? Не знаю. Пока. Но мы справимся. Правильно? Вместе навек. Друзья навек. Ну, раз мы снова подруги, мы должны как-то избавиться от группировок в колледже. Сидя здесь, мы точно ничего сделать не сможем. А как же журнал? Да, ну нельзя же просто уйти. Поиграли и бросили. Значит, нам нужно немного сократить всех наказаний. Блин, мы забыли, девчонки. И как ты собираешься это сделать? Хм. Можно перевести часы вперед. Обманем Димли, и он отпустит нас раньше. Гениально, котенок. Значит, нам нужно выбраться отсюда, выманить Димли из его кабинета и перевести часы. Это те же самые девочки? Нет, просто хотела вас подбодрить. Так как нам это провернуть? Это те же самые девочки? Да? Так, мы воюем с группировками, да? Сегодня мы глушим балосов. Сейчас мы возьмем Узи. У местного поставщика возьмем пару калашей. Сядем в тачку. Это скажет number nine, number six. Такая, короче, мы поедем. Там пару граффити нарисуем. Типа, девчонки навсегда. Потом заебошим пару человек. Мне больше нечего сказать девочкам. Мне нужно поскорее выбраться отсюда. Мне здесь делать нечего. Нужно пробраться в кабинет Димли. Мне здесь делать нечего. Нужно пробраться в кабинет Димли. Пойдем. Опа, ну. Да, чтобы тебя связать на хрен. Обычный стол, ничего особенного. Так, девочки. Вы же не собираетесь сбежать отсюда? Нет. Вы должны отбыть наказание и подумать о том, что вы натворили. Как он узнал, что мы подошли к двери? Потому что там, блядь, камера... Так, ничего, не выйдет. В смысле, подойди туда? Камера безопасности. Директор Димли наверняка следит за нами. Гурлык? Камера безопасности. Директор Димли наверняка следит за нами. Хлоя, ты ведь у нас гений видеотехники. Есть идеи, как обезвредить камеру Димли? Хм, если мы передадим на камеру другое изображение, то сможем выйти из класса без проблем. Я запишу видеоролик и передам запись на камеру Димли. Отлично! Здесь это уже всё? Куда ты пошла? А, бля... Это не сработает. Нужно как-то закрепить камеру. А. Мы каждый раз будем ждать? Смотри, если я дам тебе скотч, ты можешь закрепить с помощью скотча камеру к камере? Отлично. Чтобы камера велась как будто камера. Скотч как раз подойдёт. Давай, иди. Сто евро? Так, я просто подключу свою цифровую камеру к этой камере. Вики-дики. Вики-дики. Вот, должно сработать. Привет, самый лучший стример. Отлично выглядишь сегодня. Отдохнувший такой. И не злой совсем. Привет, Драгонтит. Вау. Мне здесь делать нечего. Нужно пробраться в кабинет Димли. Так пойдём. Войти в кладовку. Тут так темно, что я ничего не вижу. Попробуй включить свет. Так-то лучше. Ничего себе. Как я это сделала? Е! Ты просто взяла и забрала... Швабра и ведро. Жесть. Зачем ты это сделала? Вряд ли мне нужно это. Так. Сейчас Outlast 2 начинается. Там дальше кабинет директора Димли. Не лучше идеи ходить мимо него. Нужно как-то выкурить его из кабинета. Там дальше кабинет директора Димли. Сейчас придумал. Не лучше идеи ходить мимо него. Нужно как-то выкурить его из кабинета. Так, мы возьмём швабру. И с помощью этой швабры мы... Опа-на. Не, не опа-на. Это куртка одного из спортсменов. Так. Да. Мы своровали её. Да. Да. Подожди, серьёзно? Она скомбинировала и даже нам ничего не сказала? То есть мы сейчас... Сделаем вот так. Опа. Это отличное место, чтобы осуществить отвлекающий манёвр и выманить Димли. Угу. Интересно, это сработает? Ну ладно, вперёд. Петров опять обдолбался. Эй, ты ещё что? Эй, тебя ждут большие неприятности, мистер. Эй, ну-ка вернись сюда. Господи. Я не знаю, кто тут тупее вообще. Дай мне только поймать тебя. И ты будешь отбывать наказание до конца семестра. Е! Кота наибери, сейчас мы его зарубаем, чёртовой матери. Ой, кажется, Димли возвращается. Нужно отвлечь его как-то ещё. Хроя сможет мне помочь. Подружка, мне срочно нужна твоя помощь. Я проникла в кабинет, но Димли вот-вот вернётся. Не волнуйся, Саша, я придумаю, как отвлечь его. Под стол прячься. Спасибо, ангел. Итак, теперь нужно найти способ отвлечь Димли. Эм... Мне не следует ходить туда, пока я не придумаю, как отвлечь директора. Я и так далеко ушла. Я далеко... Опа-на. Вот и отвлекающий манёвр. Вперёд! Е! Е! Короче, берёшь этим мечом стекло, расхерачиваешь, он бежит и весело. Мне там делать нечего. Она футболистка? Да ладно. Это задержит Димли ещё немного. Саша, хватит времени, чтобы провернуть задуманное. Слушай, ты ему по башке сейчас дашь? А, это пинок был. Ура! Ура! Молодец, Хлоя! А теперь к делу. А к какому делу? А вот и кнопки для настройки часов. Так, перевести на час вперёд будет достаточно. Так мне хватит времени, чтобы вернуться в класс. Е! Ладно, девочки. Ваше наказание закончилось. Не заставляйте меня снова наказывать вас. Подожди. У нас и так хватает хулиганов. Буквально пару минут назад какой-то обалдуй прокатил ведро со шваброй мимо моего кабинета. А потом меня чуть футбольным мечом не зашибли. Не слыханно. Прикинь. Она просто, сука. Нам нужно составить план дальнейших ездить. Взяла часы, перевела он такой. Встретимся у мини-бара через полчаса. Они как будто пять минут сидят. Нет, подожди, они час пять минут сидят. Девочки, вы свободны. Чтобы избавиться от группировок, нам нужен чёткий план. Ну да. Гридоскоп тупости. Но пока ничего в голову не приходит. Мне тоже. Я хочу добиться результата, но вот идея пока нет. Тебе никогда в голову ничего не придёт. Извините, но если хотите зарядить мозги, вам нужно попробовать мой замечательный энергетический коктейль. Хм, думаете, поможет? Конечно. В нём есть все необходимые витамины, чтобы взбодрить вас. Нет-нет-нет, терпи. Хорошо, уговорили. Нам четыре, пожалуйста. Сейчас будет готово. Сейчас, да. От предыдущего инфекционка на промывание поехали. Всё плохо. Что это было? Это был блендер. Похоже, он сломался. Мне очень жаль, но коктейли откладываются. Хотя, если у вас получится починить блендер... Мы можем попробовать. Что нужно делать? Нам понадобится новое лезвие, какой-нибудь резиновый ремень, ах, да, и маленькая пружинка. Это точно безопасно? Ремень и пружинку вы сможете чем-нибудь заменить. А вот лезвие нам понадобится настоящее. Попробуйте. Конечно. Я уверена, что мы сможем всё найти. И тогда вы вернётесь к работе. Я буду вам так благодарна. Спасибо, девочки. Так, подружки, нужно починить этот блендер. Думаю, я найду лезвие у мамы на кухне. Она же занимается обслуживанием банкетов. Отлично. Тогда иди домой и поищи лезвие. А мы останемся тут на всякий случай. Хорошо, я мигом. Ой, господи, блять. Дорогие маленькие девочки, если вас случайно занесло на этот стрим, и мамы и папы вам ещё не надавали по головам, и вы каким-то образом смотрите это, никогда, никогда не чините электротехнические приборы своими руками. Тот же блендер — это несколько тысяч оборотов, понимаете? Если вы прикрутите к нему какую-нибудь металлическую деталь с помощью резиночки и пиписечки, то она раскрутится нахуй и воткнётся вам в лоб, понимаете? Поэтому лучше несите всё в ремонт к профессионалам, потому что то, что делают эти девочки, это, сука, опасно для них и для окружающих. Сейчас они починят. Клюшку! Давай клюшку приделаем. Эй, это же моя старая хоккейная клюшка! Е! Е! Зачем ты её взяла? Глупая ты, глупая. Так вот, откуда этот шрам? Тебе никто не говорил «заткнись»? Это лезвие, но оно не подойдёт для блендера в мини-баре. Какое лезвие? Где-то там лезвие видишь. В этом кухонном комбайне должно быть подходящее лезвие. Чёрт, застряло! У меня не получается вытащить лезвие рукой, нужно чем-то поддеть его. Она в лезвие руками лезет. Так, хорошо. Давай клюшкой! То есть ты ломаешь домашний блендер, который мама-папа купили просто потому что, да? Е! Е! Отлично. Получилось! Мама-папа новый купят. Мама-папа миллионеры. Я нашла лезвие! Потрясающе! Я поищу вокруг, может, найду остальные детали? Клюшкой как? И потом вытаскиваешь. Нормально всё. Ну. Чё? Дайте-ка мне осмотреть блендер. Конечно. Вот он. Смотри. Берёшь? Е! С лезвия. Приделы шоу сюда? Не, подожди. Сюда. Сюда. Так. Лезвие отлично подошло. Ага. А эти ножницы нам нахера? Ага. Подожди. И чё? Хм. А теперь? Блендер всё ещё сломан. Нужно сделать что-то ещё. Ну да, мне сказали принести ещё, ну, резинку, допустим. Где я резинку-то возьму? В этом городе у всех, я так смотрю, дефицит резинок раз-таки, ребята рождаются. Простите, конечно. Сука. О, привет. Сентябрь горит, да? Привет. Мы, кажется, видели с тобой в колледже. Может быть. И что с того? Ты такая грустная. У тебя всё в порядке? Я всегда грустная. Хотя, да. В последнее время у меня депрессия. Эмо? Сентябрь там горит, нет? О, тут написано, что делать. Найти замену для ремня, найти замену для пружины. Слушай, у тебя есть замена для ремня? Я Эмо. Я плачу, потому что я так выражаю свои чувства. Я иначе не могу. Привет. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Я пока просто осматриваюсь. Систя, тебе нужен этот... Какого? Ремень. Что-то где-то было, нет? Ты своровала или купила? Классические серёжки-кольца. Ладно, пойдём отсюда. Нельзя уходить, не заплатив. Подожди. Это, так сказать, качественный рост персонажа. От серии к серии. Понимаете? То есть у него появилась мораль. Это развитие. Ого. Так, я готова расплатиться. Отлично. Приходи ещё. Конечно. Приду. Увидимся, Джейд. Может быть, к третьей части она перестанет быть сволочью? Так, и что это такое? Она просто их купила? Ну, типа, ладно. Дайте-ка мне осмотреть, блендер. Конечно. Вот он. Так. Блин, я просто всё пыхаю. Ты же хочешь серьги? Или ножик тебе воткнуть? Нет? Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Нет, не так. Сыси, нет, не так. Ты, должно быть, шутишь? Понял. Ладно, пойдём ещё искать. А тут больше ничего нет. Сюда могу. Поэтический автомат. Поэтический? Ух ты, здорово! Классный автомат. Нужно всего лишь нажать кнопку, и получишь радостное стихотворение. Е! Так. Ой, как красиво! Я сохраню его. А ну. Так, это мы пойдём Эмма отнесём. Слышь, Эмма? Слушай, может, это обрадует тебя? Если чёрный день придёт, смело двигайся вперёд, и удача улыбнётся. Хм. Никогда не унывай, все преграды отметай, счастье в жизнь твою вернётся. Ты принесла это мне? Как мило! Вот. Возьми этот браслет. Это тебе на память. Е! Е! Спасибо. До скорой встречи. До встречи. Ну, пойдём, попробуем его применить. Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Но я чё пытаюсь сделать? Иди сюда уже, господи. Это десять раз нажал. Дайте-ка мне осмотреть блендер. Конечно. Вот он. Так, открыть. Воткнуть. Ха! Резиновый браслет отлично заменил порванный ремень. Угу. 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 И чё, чё? А ну попробуй. А теперь? Не работает. Так. Блендер всё ещё сломан. Нужно сделать что-то ещё. Сюда что-то надо вставить. Но мы пока не знаем, что. У нас есть какие-то серёжки-кольца. Вроде как эти кольца должны бы сюда подойти, да? Но нет. Ох, тяжко. Почему-то эта часть более тяжкая идёт, чем предыдущая. Слышь? Привет. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Я пока просто осматриваюсь. Серёжки с кольцами не объединяются. Это не сработает. Это не сработает. Понимаете? Угу. Так, что мы ещё можем? Поэтический автомат. Там мы были. А он там. Мы можем туда сходить? Нет, это туда же. Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Чад, чё делать? Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Хотя зачем ты мне нужен, если у меня есть теперь вот такое? Опа. Найти замену для пружины. А подожди, я думал, она ушла. Эм, нет. Совсем не так. Я думаю, Эмарю давать ножницы – это плохая идея, да? Не получится. Извини. Сентябрь горит. Та-та-та. Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Да я, блядь, пытаюсь. Тут больше некуда идти. Стихотворение у меня уже есть. Мне хватит. Хорошо. А большего мне не нужно. Так, ладно, подожди, может быть... Мне нужно поторапливаться. Надо найти детали для блендера. Так, подожди, слышишь ты. Дайте-ка мне осмотреть блендер. Привет, можно я тебе вот это дам? Нет? Вот это. Можно я тебе вот это сделаю? Нет, вот так вот. Нет? Тут вообще что-нибудь еще есть? Хм, а теперь... Нет, нет, мне нажимай. Нет, блендер все еще сломан. Нужно сделать что-то еще. Просто сидит нажимает кнопку, пока он не сработает. Мне когда интернет отрубали, я примерно так же себя вел. Привет. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Я пока просто осматриваюсь. Тут можно еще было купить. Господи. А это сережки-пружинки. Можно позаимствовать отсюда пружинку, но для начала нужно избавиться от крючка. Ура, получилось. Как ты это сделала? Нам-то покажи. Нет? Слушай, деньги заплачу. У меня папа тут кредит куда-то дал. Так, я готов расплатиться. Отлично. Приходи еще. Конечно. Приду. Увидимся, Джейд. Откуда у нее деньги? Деньги, ну, они просто... В общем, на такой маленькой штучке, на карточке. Вот, они там появляются, и я их трачу. Дайте-ка мне осмотреть блендер. Конечно. Вот он. Так. Теперь пружинка вставляется в блендер. Ага. А теперь, а ну, проверь. Так, должно сработать. Скрестите пальцы. Ура! У вас получилось. А теперь за работу. А теперь за работу. Вот, девочки, держите. Четыре отличных энергетических коктейля для вдохновения. Ммм, как вкусно. Самые лучшие в округе. Ой, а я уже вдохновилась. Знаете что? Мы заведем друзей вне наших группировок и будем помогать им во всем. Так, мы подадим пример всем остальным. Отличная идея. Точно. Но прежде мы должны кое-что сделать. Я, кажется, знаю, о чем ты. Пойдемте... По магазинам! 100 евро? Ничего себе! Попозинь, 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 попозинь. Если мы хотим исправиться от группировок в колледже, нам нужно выглядеть на все 100. Давайте разделимся и займемся делом. Да. Идеальный прикид состоит из стильных шмоток, аксессуаров и обувь. Так, а сексуары, обувь, шмотки. Не волнуйся, подруга. Рыбки умеют плавать. Птички умеют летать. А девчонки умеют наряжаться. Птичка говорит кар-кар. Собачка говорит гав-гав. Стример говорит бля, бля. Здравствуйте. Может вам помочь что-нибудь найти? Нет, спасибо. Я-то все прекрасно знаю. Конечно. О, сворочек. Так, я бы купила себе вот это платье. Упана. Зачем мне туда идти? Мне нечего примерять. Кроме того, там уже кто-то есть. Да это кого вообще волнует? Ух ты, какие симпатичные вещи. Извини, ты будешь их покупать? Может быть, еще не решила. Они классные. Слушай, это именно то, что я искала. Я вообще-то сюда первая пришла. Я, может, куплю их, но сейчас я занята. На этом стильном канале показывают такие классные танцы. Вот увижу какие-нибудь новые движения, тогда и решу. Я, между прочим, тороплюсь. Что поделать? Или подожди, или ищи себе другие вещи. Ладно, как мне сделать так, чтобы по телевизору показали новые движения? По телевизору новые движения? А, куда ты... Я пока не собираюсь уходить. Я собираюсь танцевать. Я не чая на наш жал. Танцевать? Сейчас ты у меня потанцуешь. Сейчас, 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 подожди. Я пока не собираюсь уходить. Я собираюсь танцевать. Я тебя никуда не пущу. Фу-ка. Ой, не надо. Привет. Извините, вы можете включить мое видео? К сожалению, нет. Видеоролики транслируют из справочной. Я не думаю, что они поставят ваш ролик. Такова политика центра. Как мне сделать так, чтобы в магазине показали ролик с танцами? Саша занимается танцами. Вдруг она поможет? Я недавно на концерте Скорпиенс нажралась. И так же шаталась, как эти девки. Конечно, подружка. В чем дело? Долгая история. Мне нужен ролик с танцами, чтобы транслировать его из справочной. Значит, я должна найти танцевальный ролик и показать его из справочной. Без проблем. Спасибо, зайка. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Я могу сделать танцевальное видео. Я знаю отличные движения. Сейчас мы покажем. Это классное место. Ты приходишь, и они записывают, как ты поешь или танцуешь. Потом тебе дают диск, который ты можешь показать всем своим друзьям. Так, видео-звезда. Так, видео-звезда. Которое было на предыдущем стриме. Ой, на предыдущей игре та самая площадь. Ой, блядь. Я уже вижу, будут проблемы. Могу я вам помочь? А что это за место? Ну, мы не только даем информацию о магазинах и скидках, но и являемся руководящим ядром всего торгового центра. Ух ты! Значит, отсюда вы все контролируете? Даже монитор в магазине модной одежды? Ну да. Все видеозаписи для магазинов транслируются вот с этого пульта. А вы можете поставить диск с моим видео? Ну, нет. Мне не разрешается транслировать, что попало. Так. Похоже, здесь мне понадобится помощь. Джей, давай встретимся у справочки. Я должна помочь Жасмина, без тебя никак не справиться. Конечно. Сейчас буду. Спасибо, котенок. Сейчас мы вдвоем пойдем к тебе домой. Так, подружка, предоставь это мне. Я поговорю с девушкой, а ты установи видео в пульт. Договорились. Подожжем его. Поэтому лучше включай прямо сейчас. Извините. Привет. Вы не подскажете, как отсюда лучше добраться, дабы в новом магазине? Да он прямо по соседству. Я тут плоховато ориентируюсь. У вас нет карты? Конечно. Подождите секунду. О, карты у нас закончились. Пойду принесу еще. Так, и где он на карте? Если не ошибаюсь, вам был нужен обувной? Да. Это пульт. Нужно установить в него видеоролик. И дело в шляпе. А она типа не видит. Видео на месте. Теперь Жасмин увидит его в магазине модной одежды. Заснула на первых десяти минутах стрима. Только проснула, себя много пропустила. У Саши получилось. Посмотрим, довольна ли теперь Эйвери. Сся, довольна. Она просто хочет танцевать. Скажи, продавщица, что тут какая-то сидит, типа твари, просто не пускает тебя к товару. Она не дает тебе купить товар, и ты не можешь купить товар. Она ее выгонит отсюда быстро. Если там будет что-то там вот этого пендриваться, то ее увезут в каталашку. Ух ты! Классные движения! Жду не дождусь, когда похвастаюсь моим новым стилем. Я передумала! Можешь забирать эти шмотки. Они мне все равно не подходят. Наконец-то все закончилось. И чего только не сделай, чтобы купить новую одежду. Отошел от стрима с Братс буквально на восемь минут и почувствовал, что снова могу складывать простые числа. Значит, еще недостаточно смотрел. Еее! Теперь нужно примерить. Так, чат, отворачивайся, сейчас мы будем примеривать. Извини, ты еще долго там будешь? Что? Я не знаю, я пока не собираюсь выходить. Тебе придется подождать. Мне нужно туда попасть. Но как? Я все слышу. Ну да, извини. Угу, так. Я не могу это сделать! Пошли, это, как... Пожалуемся. Мне нужно отлучиться ненадолго. Проблема у вас тут все в магазине. Вы не придержите для меня эти вещи? Конечно. Спасибо. Я скоро вернусь. Сейчас такая с винтовкой возвращается. Ну что, сучка, помнишь меня такая? Так, здравствуйте. Угу, обувь. Так, мне нужны туфли. Тебе повезло, мы как раз продаем туфли. Да ладно, в магазине туфли продаем туфли. Все отлично. Знаешь, что девочку? Квин, она сходит с ума по туфлям. А кто не сходит? Да нет, серьезно. Она помешана на обуви. Она покупает по три пары в день. Зачем ей столько туфель? У нее ведь всего две ноги. Поверь мне, я уже давно продаю обувь и считаю, что это перебор. Ничего себе! Это значит, что я могу... Я могу... Я даже боюсь предположить, сука, что я могу-то. Что я сейчас делаю? Великолепно! Я возьму эти. Е-е-е! Сейчас мы ей дадим эти туфли, она просто басыться и выбежит откуда, да? Оплачивать надо? Нельзя уходить, не заплатив. Ну я говорю, она... Она, по крайней мере, чему-то научилась. Белые тапки? Конечно! Приходи еще, Жасмин! Вы же знаете, что приду! Сучит, как угроза. Гробу я тебя видал в белых тапочках! Сейчас мы тебе эти тапочки занесем, так сказать. Так, подожди, одежду-то возьми, слышишь? Привет! Здравствуйте! Могу я вам помочь? Пока нет, спасибо! Если понадобится помощь, спрашивайте. Так ты же у нее оставила вещи, типа они уже забраны? А, ну да, ладно. Ты можешь поторопиться? Когда закончу, тогда и выйду. Не получается. В смысле не получи... Господи! Ладно. Хорошо, спокойно. Обувь. Справочная. Тут. Подожди, это же то место, где две этих вредные злоняшки или как они там, злобуняшки покупали диван. Сука, я начинаю ориентироваться в Менебратс. Господи, какой кошмар. А что нам тут еще надо? Это классное место, но мне не нужно идти туда еще раз. Нет, нет, нет. Слушай, а что ты тут делаешь? Сейчас мне от нее ничего не нужно. Ну ладно, ну пойдем тогда. Блядь, куда ты идешь, господи? Это классное место, но мне не нужно идти туда. Я туда еще раз. Мы тут не были, лол. Именно такую сумочку я искала. Самосас. Все, я готова расплатиться. Хорошо. На кассу проходите. Заткнись. Курица, ты там готова или нет? Там рожаешь, что ли, я не пойму, или спишь? Ты можешь поторопиться? Когда закончу, тогда и выйду. Я сейчас пожарную тревогу включу, забасышься. Здравствуйте. Могу я вам помочь? Пока нет, спасибо. Если понадобится помощь, спрашивайте. Что мы еще тут можем сделать? Они реально сделали игру про шопинг? Yeah. Что не так? Что мне делать? Подсказывайте, чат, иначе я сойду с ума. Быстро. Извините, пожалуйста, я по-другому не могу это пройти. Я уже вижу. Может, туфли надеть? Они автоматически применяются. Не буду я этого делать. Вот еще. Примерь одежду. Она не хочет примерять. Справочная? Понял. Спасибо. Господи. О, черт. Надо же. Сегодня распродажа обуви? Это всегда хорошие новости. Yeah. А на кой хер я тогда покупал обувь? А, ну да, мы же девочка, которая хотела купить себе обувь. Я думал, что мы покупаем обувь, чтобы ее вымылить на обувь. Здрасте. Вы ищите что-нибудь конкретное? Мне нужно подобрать стильные аксессуары. Ведь завтра важный день. Ну что ж, осмотритесь пока. Да мы уже купили. Я уверена, вы найдете что-нибудь по вкусу. Спасибо. Мы уже купили. Все, давай, пока там. Давай. Yeah. Так, вот сюда давай. Ассексуары взяты, да. Ты можешь поторопиться? Когда закончу, тогда и выйду. Какая ломовая сука. Господи. Давайте ее обманем. Мы тоже хороши. Эй, что это? Распродажа обуви заканчивается сегодня? Я должна там быть немедленно. Ой. Посмотрите на нее. Ого. Она и правда обожает туфли. Теперь примерочная свободна. Крош. Да, это как будто я в користопротокол финального босса победил. Крош. Так, здесь примерочный попал. Класс. Так, подожди. Все подошло. Нормально все. Все, погнали, девочки. До свидания. Готовы расплатиться? Ага. Спасибо. Хорошего дня. У меня есть все, что нужно. Теперь я могу встретиться с девчонками. Все готовы к завтрашнему дню? Я нет. Конечно. Запомните, встречаемся завтра у входа в колледж. И войдем вместе. Меридит просто взбесится. Мы докажем ей, что настоящая дружба может изменить мир. Да. Да. Глава 4. Твори добро. Ну вот, подружки. Каждая знает свою миссию. Мы заводим друзей из разных группировок и делаем людям добро. Точно. Мы докажем Меридит, что от ее теремной системы сплошной вред. Ты уверена, что ее это научит хоть чему-то? Нет. Но хочется верить в лучшее. Вперед, подружки. Приступим к делу. Вперед. Привет. Приятно отбыли наказание. На самом деле, да. Разве вы не должны быть со своими друзьями? Сейчас мы со своими настоящими друзьями. Вы что задумали? Хотите показать другим ученикам, что они могут дружить с кем угодно? А что в этом плохого? Как что плохого? Ой, кажется, она немного расстроилась. С чего ты взяла? А если серьезно, подружки, то надо за ней следить. Я подозреваю, что она без боя не сдастся. Хорошо, мы будем осторожны. Но она нас все равно не остановит. Ладно, идем на занятия. Встретимся здесь же в конце дня. Боялась вся школа. ОПГ розовые ноготочки скрестнулись с ОПГ противники секущихся кончиков. И им вторила ОПГ Палма Лив. Это все, что я знал по девчачьи. Простите, пожалуйста. Так, что мне надо делать? Что вы хотите? Я не понимаю. Просто временами. Внутрь пока заходить не нужно. Тогда давай не пойдем внутрь. Опа-на. Привет. Привет. И тебе привет. Содержательно. Нет, суть в том, что я бы, наверное, сказал что-то более осознанное там по поводу девчачьего мира и прочее. Даже представил бы себя 15-летней школьницей. Однако суть в том, что после трех часов вот этого вот я не могу двух слов связать. Это просто полный звездец. Я реально не могу. Почему там бюст Андропова? А что, товарищи? У вас какие-то проблемы с этим? О, сели сидит оно. Че, ты маг 80-го уровня, да? Привет. Ты Декстер, да? Ну, да. Привет, Хлоя. Как дела? Да нормально вроде. Отлично. Слушай, а ты знаешь Милли? Кажется, нет. А кто это? Да никто. Вообще-то, самая красивая девчонка в колледже. А мне все не хватает смелости заговорить с ней. Но ведь это очень просто. Ты поговори с ней о том, что ей нравится. Просто поговори с ней. Не имею, что ей нравится. Она играет в оркестре, но это все, что я знаю. Эй, Декстер, можешь мне рассказать, как ты чувствуешь о Милли? Она очень милая. Мне кажется, я мог бы говорить с ней часами, но только я не могу. Хотя был один раз, когда она говорила со мной. Я загораживал ей проход, и она сказала, можно пройти? У нее ангельский голос. Знаешь, я могла бы поговорить с ней и замолвить за тебя словечко. Ты ведь не обязана этого делать. Спасибо. Ну и что? Я буду рада помочь. Спасибо тебе, Хлоя. Так, там этот. Тема пришла. Сейчас, секунду, чат. Амату говорит, что короткие звуки из братства только что поступили к нам на... Подожди, там еще Архитек что-то прислал. Господи, вы что, меня ненавидите настолько, что ли? Что один? Так, что там прислал Архитек? А ну-ка, давайте послушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит администрация. Вам посылка, сэр. Долго. Вкусно и классно. Да, и все это должно было быть нашим. Да. Те же вдохновения. Это слишком долго для выбешивающего доната, хотя количество звуков, которые бесят здесь, действительно велико. Архитек, господи, ты что? Так, подожди секунду. Больше у меня тут ничего нету. В смысле? Блин, нету. А как так-то, ну? Вы что, хотите? Ладно, давайте поставим пока что этот звук. Секунду. Для разнообразия, так сказать, немножечко мерзости. Он слишком долгий, это его проблема. Слишком долгий. Так, это у нас получается вот это вот. Эм... Кам. Господи, я уже разговариваю. Как это самое. Так, подожди, он на маку пишет. Пообнови, вроде ушло. Сейчас, секунду. Реально, я уже как тормоз. О, подожди. Так, а этот у нас вот, посмотрим. Первый. Просто нам нужен звук, который до следующего наказания будет. А это, типа, достаточно долго. И такой долгий он. Допустим. Так, второй. Заткнись! В смысле... так ладно 3 розовые розы это одно из тех что по моему подходит что вы хотите больше я думаю заткнись давай заткнись архитект твою слишком долго ты уж меня извини конечно но это это действительно так вот прям долго долго так теперь мы сделаем тут вот так так и сделаем тестовое оповещение а ну-ка я не обновил подожди так вот вот и теперь посмотрим склеить я могу склеить смех и заткнись пожалуйста пришлите варианты на почту часто уже ладно как бы да вот я просто отдохнул немного там на неделе это не могу говорить короче все все молодцы все молодцы и не могу говорить мегафон почему-то мне не хочется расхаживать по колледжу с мегафоном а почему а почему не хочется дальше мне идти пока не нужно хорошо а куда ты хочешь идти-то и бежим школу надо помоги дэкстер поговорить сми скорее смех и заткнись вы понимаете что это будет но снова оружие привет ты ведь милле да это я а ты футболистка кажется тебя зовут хлоя приятно познакомиться ты знаешь парни по имени дэкстер ну не знаю а что я хожу с ним на некоторые занятия но мы совсем не общаемся просто я случайно узнала что ты ему нравишься правда он вроде ничего но я же не должна ему на шею вешаться правда давай сделаем вот как если сможешь разузнать что-нибудь обо мне я поговорю с ним как же мне узнать что-нибудь об этой девочке дэкстер сказал что она в оркестре саша как раз шла в музыкальный класс она поможет саша привет флоя в чем дело мне нужно узнать что нибудь о моей знакомой сухой чем я занимаюсь в этой игре хорошо ангел дай мне немного времени посмотрим что я узнаю ангел ты меня слышишь да не за что хлоя нужно найти какую-нибудь информацию о милле здесь должно быть что-то интересное ангел что блять петрович что интересно так это что за книга тетрадь похоже что она принадлежит милле повезло выглядит как обычная тетрадь она явно любит рисовать тетрадка вся в ее рисунках хлоя у меня есть компромат на милле просто подставили по ее тетради можно сказать что она любит синий цвет рисование и единорогов отлично работа саша спасибо не за что подружку привет милле привет ну что выяснила что нибудь ты ему то сказала что она это любит нет ой кстати а почему это ты помогаешь декстеру просто хотела сделать доброе дело спортсмены не помогают ботаникам зато друзья помогают друзьям ну что я тебя поняла мы по сути сейчас играем интересна как дела у джейд с ее футболистами вот место майкл корлеона у нас анжел привет ребята я джейд сегодня я буду помогать вам с математикой у меня раздражает эта математика что же давайте начнем давай заканчивай мы хотим домой ничего не выходит нужно как-то достучаться до этих балбесов и научить их алгебре смотрите это же книжка спортивных терминов на столе мне сегодня везет одна сиська две сиськи они такие простите за сексизм так а чё вы мне всю неделю хорни чатом были теперь мне можно хорни побыть если есть какие-то проблемы то идите в жопу давай посмотрим киношку сначала я должна научиться разговаривать с футболистами ну типа там член жопа говно там типа поздай спортивный жаргон это не сработает здорово на привет на черно просто добавлять на как на дела на это класс журналистики нету делать нечего слышно ботан на кто она там на говорит на по на 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 здравствуй привет как они нам говорят на я так не думаю здравствуй привет здравствуй привет а и все да на это музыка эта песня кайли минок не знаю на откуда она я вообще на знаю на ты просто подумай на упома вескер что здравствуйте тренер можно вас спросить без комментариев а ты собственно кто меня зовут джейд мне нужно ты из газеты колледжа нет но извини джейди у меня есть время только на официальные дела не могу же я отвечать на все вопросы подряд у меня мало времени знаешь да и ты займешь всего секунду слушай джинни я же сказал у меня нет времени на пустую болтовню меня зовут джейд ну да конечно извините я же сказал тебе времени нет как мне узнать как разговаривать с футболистами если я даже тренера не могу заставить поговорить со мной мы сжасмин в кружке журналистики надеюсь она сможет помочь жасмин сделаешь одолжение конечно тренер не хочет говорить со мной потому что я его тоже надо показать сиськи можешь спросить футболистами чтобы они слушали спасибо подружка ты лучше о нет я узнала как с ними можно разговаривать но пожалуйста не говори так с ними никогда отмена отмена так что у нас тут аймин давай мне понадобится удостоверение чтобы взять интервью у тренера я я тренер нам привет на привет я корреспондент газеты нашего колледжа вы не согласитесь ответить на несколько вопросов пожалуй для газеты колледжа я найду время задавай свои вопросы вы отлично справляетесь с футбольной командой какие техники вы используете чтобы донести до игроков информации во первых нужно говорить очень громко это привлечет их внимание мямлить нельзя надо горланить что есть мочи а да что нибудь еще ну да они понимают меня лучше когда я использую спортивные термины и мат так проще найти с ними общий язык и мат значит говорить громко и использовать спортивные термины и мат это все да наверное все спасибо за ваше время так теперь я должна передать это джейд что сказать джейд заходит такая говорить громко и использовать спортивные термины давай посмотрим киношку сначала я должна научиться разговаривать с футболистами а ты уже умеешь как бы смотри типа это не сработает а ты только что блин тебе сказали как это делать обучи футболистов алгебре ты должно быть шутишь подожди-ка я кажется придумал может хоть так я смогу достучаться до футболистов следующий наказание барби будет я не знаю я не хочу думать сейчас вообще в принципе тренер не будет говорить со мной ведь я не из газеты давай посмотрим киношку сначала я должна научиться разговаривать с футболистами а ты умеешь доставай мегафон и орить туда что есть мочи слушайте сюда вы что собираетесь весь урок просилить на скамье запасных или все-таки прочтете задачу 4 пройдете икс такая математика мне по душе отлично хоть какое-то продвижение ну как у вас дела отлично да мне удалось провести занятие по математике у футболистов молодчина видите у нас все получится как меридит может остановить нас привет спасибо что проходишь самый любимый курсе поэтому я хотела лично пригласить вас на мое шестнадцатилетие придут почти все и гости будут сидеть на положенных местах по группам никакой неразберихи которую вы устраиваете в колледже ах да ты чё припёрлась сюда вообще кто такая твоя мама обслуживает вечеринку пока бля ну это объявление войны ты будешь срать стоя понимаешь она разрушает все что мы сделали чтобы избавиться от группировки нельзя спускать ей это с рук девчонки подождите мама у тебя странный голос что случилось я сейчас приду мне нужно домой мама заболела а ей надо готовить еду для вечеринки мэридит я пойду попробую ей помочь сейчас приготовим инфекционка жди нас мы поможем обслуживать вечеринку так мы будем на празднике вместе здорово может наш план все-таки сработает вот это боевой дух я пойду помогу маме с едой а затем мы все пойдем к мэридит здорово мы будем подавать еду и напитки хлоя дай знать если нужна будет помощь что ты сэбат май мода так мама я дома мама где же она три половника крысиного яда мама похоже она у себя в комнате лимоны возьму немного на хера на хера ты их просто так берешь сука целый тазик просто взяла ну просто так хорошо это мамина книга рецептов все ее лучшие изобретения здесь так миксер ты сломала вроде на хрена клюшки насколько я помню по приколу вырубил мне не нужно это сейчас мне не нужно это сейчас тарелки мне не нужны тебе ничего не нужно что-то тут делаешь я пока не знаю что приготовить надо поговорить с мамой а я понял мама на самом деле фильм это был весьма хороший момент так давайте мы с вами просто больше не будем никогда разговаривать жизни хорошо давайте просто как бы мы так ну вот не будем больше ладно да просто выйди мама мне не нужно идти туда ладно пока пока каш дома устанет рука стишочки о сари мама такая упа привет хлоя мама у тебя такой больной голос мне нужно на кухню нет мам ты должны остаться в кровати я сама приготовлю еду но я должна знать что приготовить я помогу не разговаривай береги голос я сама что-нибудь придумал сегодня будешь смотреть этот фильм нет у меня сегодня прекрасное зрелище сегодня я буду смотреть третий сезон ведьмака примерно с третьей серии просто сука она так больна что даже говорить не может надо как-то ей помочь сейчас мы поможем как мы поможем приготовь лекарство от кашля ээээ стример решился добить какой ужас как я могу приготовить еду если мама слишком больна чтобы помочь спрошу совета у джейд привет ангел как дела нужно сделать так много приготовить еду для вечеринки а я ведь даже не знаю что готовить почему ты не спросишь маму она очень больна она так кашляет что почти не может говорить я не буду утруждать ее слушай когда я болею мама всегда дает мне лекарство домашнего приготовления от кашля это наш семейный рецепт нужно взять немного лимонного сока и меда и водку берешь лимонный сок и мед и водку лимонный сок и мед выкидываешь водку отдаешь подожди я прослушивался пока искрометно шутил а лимонный сок и мед точно я же про это шутил так лимонный сок лимонный сок это лимонный сок а газировка подойдет ой сложно куда ты скачешь господи как же тебя заносит то мед может пригодится а может быть мы просто запихаем в блендер допустим я пока не знаю что приготовить надо поговорить с мамой а ты не готовишь ничего тебе нужно при тарелки мне не нужны вот и стакан я наполню его теплой водой так теперь у меня есть все ингредиенты для чудотворного лекарства выросла на подобных играх и ни о чем не жалю ибо это привело меня сюда но почему мне сейчас так плохо о люблю стиммера чё ты мадеров сегодня были офигенные опросы меньше чем три наши модеры они у нас такие поставьте им сердечко я б не мог я она так больна что даже говорить не может надо как-то ей помочь звук доната практически не слышно я согласен я я в курсе в смысле не то чтобы я что-то с этим буду делать ладно ладно сделаю господи так так давай попробуем вот так ну-ка повторим заткнись в смысле выросла на подобных играх и ни о чем не жалю я думаю нормально просто суть в том что о чёрт ммм просто момент громкий еще заткнись в смысле так хорошо пока что этого более чем достаточно мама пей пей мама вот мам попробуй ммм мне стало полегче спасибо дорогая так что мне нужно готовить нам не хватает всего несколько блюд давай ты будешь готовить по блюду за раз все рецепты в моей кулинарной книге сначала приготовь блюдо под названием морские ёжики оно всем понравится хорошо мам вернусь когда закончу музыка похожа на комик зон хорошая музыка музыка морские ёжики классика так венские сосиски икра хлеб эмм венские сосиски икра хлеб так это то что мы сейчас будем делать да кукинг стрим венские сосиски бери венские сосиски нет икра а где у нее икра что Отойди от холодильника ха хи 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 хлеб возьми хFO архи ха ххе ха хх-ххяя хе хх, хххе хм ххххх Orb Ну да, рано подавать, наверное, да? Так. Я не могу ничего взять. Ты реально себя отыгрываешь? Подошел к холодильнику, повтыкал и отошел. Спустя пять минут повторил. А да? А ты бы что делал? Ты бы уже все прошел бы давно, да? Сосиски. Вот эти? Которые я не могу. Я показал вам, что я не могу их взять. А вы все равно будете писать сосиски? Глупый чат, конечно. Жесть. А теперь приготовим что-нибудь вкусненькое. Вот. Последовательность важна. Реальные девчонки. Девчонки, девчонки. Че? Не буду дальше говорить. Так, смотри. Экран. Так, сосиски. Эм... 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 А где... Где мед? Икра. А где мед? Хлеб. Супер. А, да? Е! Е! По-моему, неправильно уже. А по-моему, правильно. Так, дальше что? А все, приготовил первый рецепт. Мама. Господи, зачем мне столько ходить каждый раз? Все готово, что дальше? А теперь приготовь лимонные трюфели. Хорошо, скоро вернусь. Лимонные трюфели. Звучит мерзко. Лимонные трюфели. Похоже, это вкусно. Джем, сахар, лимон, крем. 20 порций. Вперед! Е! Да, нормально все. Джем. Сахар. Это лимон. Выглядит как яйца. Эм... Крем. Все, давай мешай. Как вкусно! Не! Если ваша вечеринка похожа на эту, не приглашайте. Завидуешь просто. Просто завидуешь. Мама, я приготовила, мама. Я готова к следующему блюду. Последнее блюдо. Манхэттенский торт. Хм, торт. Слышит в этой игре? Хорошо, я на кухню. Персик просто. Так, Манхэттенский торт. Угу. Вот он, Манхэттенский торт. Угу. Сахар, яйца, мука, ваниль. Здорово, что я люблю готовить. Ну, давай, рожай. Да-да, сахар. Яйца. Мука. Ваниль. Супер! Звучит как поза. Какая поза? Ты о чем? Поза для поедания еды. Извращуга. Нужно приготовить блюдо, а потом уже браться за следующий рецепт. Я не понял, ты ее не приготовила, что ли? В смысле? А, его испечь еще надо. Епа на мать. Забыл в духовку? Я не забыл, я не знал. Предыдущему не нужна была никакая ни духовка, ничего. Куда ты делаешь? Зачем мне сейчас возиться с духовкой? Мне нечего в ней готовить. Ты так не делай больше. Мне нужна медная чаша для выпечки. Нельзя печь торт в серебряной посуде. А, да? А почему? Нормально все будет. Я так сто раз делаю. Больше здесь ничего делать не надо. Осталось только испечь торт. Больше здесь ничего делать не надо. Осталось только испечь торт. Манхэттенский торт. Одна розочка и 15 свечек. Тарелки мне не нужны. Хорошо. Вот этот тазик, наверное... Нет, нет, тазик возьми. Блин, я не знаю, что делать. Ты так же на разряд сдавал. Я не понял, у кого-то там сегодня что-то произошло, что ли, что они меня достать хотят. Больше здесь ничего делать не надо. Осталось только испечь торт. Да, и тут ничего делать не буду. И тут не буду. А вот торт осталось испечь. Да? Испеки торт. Тебе нужна медная посудка. Где ее взять? Не знаю. Тут нет. Тут не хочу. Тут не буду. Это медная посудка? Нет, это не медная. Может быть, в холодильнике лежит посудка по-тупому. Ты сегодня злой какой-то? Нет. Я не злой сегодня. Что делать? Кузнецовка. Зачем мне сейчас возиться с духовкой? Мне нечего в ней готовить. Сука. Мне нужна медная чаша для выпечки. Нельзя печь торт в серебряной посуде. Мама! Посмотри, давай вот эту чашу возьмем. Эта чаша идеально подойдет для выпечки. Серьезно? Да! Ты просто взяла какую-то чашу. Ты вообще уверена, что она из меди? Это так тупо. А теперь нужно испечь пирожок. Какой пирожок? Теперь надо просто подождать, пока торт приготовится. Торт готов. Привет, Саша, ты Хлоя. Привет. Как дела с едой? Уже все готово. Мы сейчас приедем. Возьмем еду и отправимся к Мередит. Интересно, что будет, когда она узнает, кто обслуживает ее вечеринку? Хорошо, увидимся. Вы ее обслуживаете, а не она вас? Ты что, тупая, что ли? Я не понимаю. Самоутвердится. Все готово. Отличная работа, девчонки. Слушай, Хлоя, поверить не могу, что ты все сама приготовила. Так вот, как мы будем ждать. Тебе нужно было позвать нас на помощь. Я знаю, но я думала только о том, чтобы помочь маме. Тому же Джейб помогла мне с лекарством. Пальчики оближешь, получи. А что я говорила? Всегда действует. Вечеринка уже в разгаре. Нужно торопиться. Следите, чтобы у людей были закуски и напитки. И делайте все возможное, чтобы избавиться от тюремной системы Мередит. Да, надо бороться. Девчонки, вы идите, я вас догоню. Хочу все еще раз проверить. Конечно, увидимся там. Так, обслужить всех желательно по несколько раз. Вот это будет месть. Прошу внимания. Спасибо всем, что пришли на мое шестнадцатилетие. И за то, что сидите на своих положенных местах. И, пожалуйста, не кормите слона. О, это идея прекрасна. Так дальше продолжаться не может. Это отвратительно. Микрофона на этой вечеринке вполне достаточно. Если что-то случится с мегафоном Мередит, это ее ненадолго отвлечет. Ну, то есть, я, конечно, ничего не хочу сказать. Ну, типа, она плохая. Вот. Она людей делит на тех, кто получше и тех, кто похуже. Поэтому мы придем к ней домой и засрем ей день рождения. Словом, будет пердеть фонтанами поноса. У нее мегафон сломается. Вообще, засрем так ее шестнадцатилетие, что она будет потом... Ну, типа, блин, ну мы нормальные девчонки. Ну, камон. Все у нас с БС. Сейчас мне это не нужно. Сейчас мне это не нужно. Тебе это всегда нужно. Смотри, какая хавка. Ох, я бы сейчас навернул еды. Сейчас мне не нужно разносить напитки. Девочки меня прикроют. Сейчас мне не нужно разносить напитки. Девочки меня прикроют. Так, ну я понял. Хорошо. Обезвредь Мередит. Сейчас мы ее, сука, обезвредим. А мы больше никуда выйти не можем, мы можем только уйти из кухни. Тут больше нет ни хрена. Ладно, значит где-то там. Насрите в пушь. Да куда ты идешь-то, господи. Сейчас мне не нужно разносить напитки. Девочки меня прикроют. Ты просто шла сюда только для того, чтобы сказать, что ты не будешь. Так, столик для гостей. О, здорово. Это подруга Меридит Квинн. Пожалуй, не стоит привлекать к себе ее внимание. Хорошо. С другим гостевым столиком. Мне пока нечего ей сказать. Так, хорошо, пошли тогда к сцене. Нужно отвлечь как-то директора Димли, тогда я смогу добраться до мегафона. Девочки! Давай. Нужно отвлечь как-то директора Димли, тогда я смогу добраться до мегафона. Отличная работа, 47-я. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Мне пока нечего ей сказать. Как мне отвлечь директора Димли? У меня появилась такая задача. Может, скреб сработал, ЕХЗ? Так, хорошо. Ты чего хотела, девочка? О, директор Димли. Здравствуйте. Я помогаю Меридит поддерживать порядок на вечеринке. Кстати, держись подальше от сцены. Конечно. Я за тобой наблюдаю. А что вообще директор делает среди малолеток? Он сюда зачем приехал? Любопытно. Отвлеки директора Димли. Так. Привет, Дилан. Привет, Хлоя. Привет, Дилан. Привет, Хлоя. Теперь мы можем это взять. Ок. Этим можно будет отвлечь директора Димли. Пошли. Директор Димли. Директор Димли. Директор Димли, ешь. Я, кажется, просил тебя держаться подальше от сцены. Да, вы говорили, но я подумала, что вы, может, хотите перекусить? Я? Что? Перекусить? Как мило с твоей стороны. Ммм. Как вкусно. Там у столиков очень много всего вкусного. Правда? Пойду обойду территорию. Я все еще за тобой слежу. Моя любимая. С сальмонеллой. На время я от него избавилась. Так, давай наслюем в мегафон. Был бы сюрприз. Ну, все в небо. Вот это. Так, хорошо. Давай. Жесть. Вот эта мерзость. Нужно что-то сделать с мегафоном, чтобы Меридит не смогла его взять. Но я не хочу его красть. Она это сразу заметит. Ну, давай тогда этот. Нужно что-то сделать с мегафоном, чтобы Меридит не смогла его взять. Но я не хочу его красть. Она это сразу заметит. Я поняла. Так, подожди. Как мне это сделать тогда? У меня нет ни хрена пока. Слышь? Как там этого маленького ублюдка звали? Слышишь, ты Привет, Дилан Привет, Хлоя А, всё, да Да и на небе пучит Нужно что-то сделать с мегафоном, чтобы Меридит не смогла его взять Но я не хочу его красть, она это сразу заметит Мне пока нечего ей сказать А ты попробуй, может быть, есть чего Это подруга Меридит Квин Пожалуй, не стоит привлекать к себе её внимание Так, ладно, ищем, ищем Сейчас мне не нужно разносить напитки Девочки меня прикроют Да кому нужно, ты просто облей его вот этой водой Сейчас мне не нужно разносить напитки Девочки меня прикроют Где собственный слон? Да будет слон, всё будет нормально Столько вариантов у чата Сейчас мне это не нужно Обмазать ручку говном Всё, 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 все варианты чата Так, что мы тут можем натворить гадостного Вон такой гадостный сидел Нет? Опа, она Тюбик суперклея Супер? Я приклеила его к сцене Посмотрим, как она теперь по команде Да ты тупая, зачем ты приклеила его к сцене? Надо было просто обмазать у него вот это вот Ну, со стороны рта Эй, что с мегафоном? Кто приклеил его к сцене? Дайте мне только добраться до того, кто это сделал Принесите растворитель! Привет, Джасмин Привет, Дилан Веселишься? Да нет, скучно тут Хотя еда вкусная Я передам Хлое, что тебе понравилось Я рад тебя видеть Да, я тоже Очень рада О, Дилан Привет Как тебе вечеринка? Привет, Квин Слушай, Джасмин Мне кажется, Мередит не понравится Что обслуживающий персонал надоедает её гостям Да ты что? Она не надоедает Все в порядке, Дилан Все в порядке, Дилан Ты чё? Сука подставила нас Дилан, всё, всё кончено Ты должен был сказать Ты должен был защитить меня Джасмин Я видела, как ты говорила с Диланом Что случилось? Да Квин случилось Мередит запретила нам разговаривать с гостями Надо это исправить Я на несколько минут отвлеку Квин И я думаю, Джейд нам поможет Джейд, ты не поможешь нам, Джасмин? Ты можешь отвлечь Эйбори? На несколько минут Чтобы Джасмин могла поговорить с Диланом Хе, конечно Это будет забавно Ну просто займи её чем-нибудь Разумеется Увидимся Джейд тебя прикроет Дай нам несколько минут А затем иди и поговори с Диланом Спасибо, Саша Я так рада, что мы снова вместе Я тоже Ладно, я пошла Чё такого? Ну смотри, сравни два варианта развития событий Говорят Эта тупая корова нам мешает Дилан говорит Это не тупая корова Вариант А Вариант Б Она нам не мешает Какой из них обидит Реально, разницы нет? Это же, ну не норма Даже если ты, ну, Дилан Так, отвлеки Эйвери Давай возьмём пунч Еа! Е! А теперь нас витуда, да? Где брать новый мост после такой игры? Похоже, у Саши всё под контролем Конечно. Ты хочешь чего-нибудь? О, спасибо. Пожалуйста. Ты чего такая милая со мной? Задумала чего-нибудь? Нет, я просто делаю своё дело. Хм, ну молодец. Я пойду проверю сцену. Эээ, слушай, стой, погоди. Ну что ещё? Может тебе принести ещё закусок? Нет, спасибо. Там такие бутербродики. Ну и что? Точно? Точно. Сука. Дилан. Жасмин, слушай, мне так жаль, что Квинн тебе нагрубила. Это всё про делки Меридель. Рядка. Да не страшно. Ничего другого я не ожидала. Я знаю отличный способ отыграться. Пойдём со мной. Ты что собрался делать? Увидишь. Ребята, у меня небольшое объявление. Я хотел поблагодарить Жасмин, Джейд, Сашу и Флою за отличную еду. Вы согласны со мной? Ладно. Хорошо, как насчёт аплодисмента? Дело наш краш. Глазам своим не верю. Эти девчонки за всё поплатятся. Уж теперь я им спуску не дам. Глава 7. Испуги подруги. Я очень беспокоюсь за Жасмин. Да, у неё был такой странный голос по телефону. Пойдёмте к ней. Это дом из-за всей тяжки. Там на крыше пицца лежит, наверное. Жасмин, это мы. Можем нам зайти? Мы хотим поговорить. Девочки, я хочу побыть одна. Мы всего на пару минут, Жасмин. Вы начнёте меня убеждать участвовать в конкурсе. Но я уже приняла решение. Ладно. Но мы вернёмся. Мы переживаем за тебя, подружка. Я знаю. Девчонки, вы лучшие. Но сейчас мне просто нужно побыть одной. Мы должны как-то приободрить её. Но как? Она даже разговаривать не хочет. У меня идея. Давайте сделаем ей подарок. Соберём в коробку все вещи, которые она любит и которые ей дороги. Это отличная идея. Давайте разделимся и поищем, из чего можно сделать ей подарок. Хорошо, до встречи. В машине у меня есть кое-что, что поделит Жасмин на троине. А что за таймскипы, дорогая Эквин? Вот, смотри. В общем, у неё вот такой вот рот. Вот тут вот два глаза. Вот. И тут два уха. И между ними верёвочка. Понимаешь, она такая... Вот у неё вспышки такие. Приходит сознание, сжимается. Приходит, сжимается. Это не таймскипы. Это её просто поток сознания выглядит вот так. Понимаешь? Так, что надо делать? Я опять не... Я не слушал, простите. Соберите подарок для Жасмин. Найди три предмета и коробку для подарка. Так. Мне не нужно идти туда. Нужно поискать здесь. Сейчас найдём. На газоне. Угу. Или у мамы в машине. Ой, это же диск с нашими любимыми песнями. Е! Е! Он точно поднимет Жасмин настроение. Интересно. Как дела у Саши? Я пока не могу войти. Сначала нужно закончить подарок. Жасмин. Объяснили. Это наша любимая фотография. Может, эта фотка поднимет Жасмин настроение? Ну, хоть немного. Е! Е! Слышите, что тут маминого микрофона нет? Эта коробка идеально подойдёт для подарка Жасмин. Сюда всё и сложим. Тут репер, который там внутри. Выкинь. Это неважно. Это мамино. Это родительские. Там вот это серебро, золото фамильное. Выкинь нахуй. Неважно. Коробка нужна. Опа-на. Там что? Опа-на. Подожди. Я тут только что что-то видел. Я тут только что что-то видела. Опа-на. Шоколадное драже. Печенье будешь юбилейное? Нет? Это же любимые конфеты Жасмин. Нужно взять с собой. Е! Е! Давай обхай всё в коробку. Подвязь. Нанеси ей. Ей достаточно. И нужно сложить их в коробку. Е! Жасмин, мы вернулись. У нас для тебя подарок. Юбилейное не буду, да как ты смеешь. Нет, вы не должны были. Это пища богов. Жасмин, это для тебя. Вы что, собрали вещи с моей каты и мне подарили? Вы что вообще? Вы охерели или что? Вы у меня дома разворошили всё и мне подарили, да? Я должна была объяснить вам, почему отказалась от конкурса. Но я боялась последствий. Ты же знаешь, мы всё равно останемся друзьями. Послушайте, Меридит звонила мне. Она заставила меня отказаться от конкурса, иначе она уничтожит нас. У неё есть компромат на каждую из нас. Что бы ни случилось, мы встретим это вместе. Мы не дадим ей указывать нам. Хватит ей контролировать колледж. Хорошо. Я согласна участвовать в конкурсе. Отлично. Тогда нам нужно поторопиться, чтобы успеть туда вовремя. Я поведу. Мы доберёмся быстрее ветра. Вперёд! А вы знаете, что Джоанна писает стоя? Нет! Блядь! Сука, кому не плевать, что там школьница про тебя скажет? Хотя школьница, наверное, не плевать. Накрылся наш конкурс. Колесо прокололи. Это ещё не конец. Постараемся что-то сделать. Хлоя права. Нельзя сдаваться. Поверить не могу. Гаечный ключ треснул, и гайки случайно вылетели из колпака. Они могли укатиться куда угодно. Так, сначала нужно найти новый гаечный ключ, а затем гайки. Я пойду поищу их. Не волнуйтесь, девчонки, мы непременно успеем. Это их машина в 16? Ну да, это девочки мажорные, красивые, умные. Что так, насколько я знаю, можно водить машину с 14 лет? А пиво пить с 21. Вроде как. Ага, да. Вот. 16, по-моему, 14. Так, что мы делаем? Я не слушал. 16? Хорошо. Найти гайки, заменить колесо. Как девочки меняют колесо? Так, берём колесо, берём гайки. Ой, гаечки, как они выглядят? Я не знаю. А теперь добавим света. Опа-на, вон они лежат. Это саморезы. Там шаха ехала, просто наполовину развалилась нахрен. О, вот и гайки. Е! Е! А болты есть, нет? Найди гаечный ключ. Сейчас. Гаечный ключ. Девочки, у вас нет гаечного ключа? Где он бывает в этих багажниках? О, на бензоколонке. Блядь, мы опять попали. Хоть и не в обыхай, мы опять на бензоколонку попали. А здесь просто лежит чужой, бесхозный гаечный ключ поворотный, да? Нам нужен как раз такой гаечный ключ, чтобы заменить колесо. Ворой я. До свидания. Так. А что там? Есть какой-нибудь там мужлан помочь нам, нет? Я и так далеко ушла. А, ну да. А то еще забуду, как я шла сюда. У меня же, блин, память просто... Ужас какой боже. Простите, пожалуйста. Так ничего не выйдет. Починить машину. Так, давай. Получилось. Ну что, подружки, готовы продолжить путь? Ты еще ничего не... Спрашиваешь. У нас совсем нет времени. Нужно найти костюмы и бежать на сцену. Эй, вам не кажется, что нужно еще раз отрепетировать наш номер? Пожалуй, стоит. Нужно торопиться, девчонки. Че-то аптит как будто злой сегодня не находите. По отношению к чату я сегодня очень добрый. Я сегодня к чату ни разу не нагрубил, даже некоторых пообнимал. А так, ты не находишь, что есть причина для того, чтобы я был слегка грубоват, нет? Но я просто хочу сказать, что сегодняшний день, то есть 2 июля 2023 года, я вам буду еще долго припоминать. Долго. Вот. Пассивная агрессия сегодня сквозит, да. Извини, конечно, если ты это замечаешь, Селена. Обмени меня, брат. Братс. А че? Я не слушал. Найди костюм, отрепетируй танец. Пути назад нет. У нас все должно получиться. Вперед! Красотища! Да. Да. Погнали на выход. Пути назад нет. У нас все должно получиться. Вперед! Красотища! Да. Ладно. Так, реквизит. Здесь написано группа братс. Но это ведь не наши костюмы. Ярлычки подменили. Костюмы надо найти. Кто-то подменил наши костюмы. Что? Артур кайфует от игры? Я не знаю. Мне нужно будет отойти после этого. Я думаю. Это реально очень страшно. Нам туда рано пока идти. Ну тогда давай найдем что-нибудь. Господи. Так. Здесь написано группа братс. Но это ведь не наши костюмы. Ярлычки подменили. Костюмы надо найти. Сейчас какой-нибудь начинающий стример заходит на твиче и такой Что там сейчас популярного стримят? И такой хоп. И просто понимаешь, человек сходу свернул не туда. Такой пытается. Короче, каждый день стримит братс. Вот и все. И через три дня отупел и пускает пену изо рта. Да. О. Или сейчас масса. Это же наши костюмы. Ладно. Подружки, вперед. Я думаю, что у стримера, который стримит братс, сейчас больше шансов пробиться, чем у стримера, который какой-нибудь он ляп стримит. Или там, допустим, я не знаю, что там сейчас популярно. Что-то же было. Вперед, подружки. Нам туда пока рано. Мне еще вкусняшек купят. День перестает быть томным. Нам туда пока рано. Может, партейку? А может, тебя? А может, тебя? Может, чайку? А может, тебя, сука? Нужно отрепетировать номер. Прикинь бы ты эту игру на YouTube в 14-м году заливал. Чел, в 14-м году я уже стримами занимался 5 лет. Я уже мог тогда заливать все, что угодно, понимаешь? Нужно отрепетировать номер. Я понимаю, что на тебя 2014-е это где-то там. Там динозавры бегают. Понимаешь, там какой-то Кинг-Конг там на Диплодоке скачет. Это было вчера буквально. Куда все делать? Ну, не 5 лет, конечно. Так, что делать? Я не слушал. Нам туда пока рано. Так. Так, вроде все хорошо. А что, 2014-й уже был? Нужно отрепетировать номер. Ну, давай. Как отрепетировать номер? Я не понимаю, что вы... А, вот. О, вот-вот сюда надо навестись. Попрактиковать танцевальный номер. Нужно отрепетировать номер. Выбери движение для конкурсного выступления, брат. Щелкни на движение, а затем на квадратике в центре экрана, чтобы вынести туда движение. Как только танцевальный номер будет готов, мы исполним его. Я король танцпола, чтобы ты понимал, у тебя вообще шансов нет. Ну, ладно. Ну, ладно. Великолепно. Мы станем звездами программы. Не ожидала вас тут увидеть. Вы пришли поздравить меня с очередным... Триумфом? Нет. Мы пришли, чтобы показать свой талант. Мы пришли, чтобы победить. Вряд ли вы захотите это сделать. Жасли. Подумай о последствиях. Вы навсегда испортите себе репутацию. Мы решили, что это не важно. Точно. Дружба – это самое важное. И тебе мы подчиняться не станем. Мы выступаем и точка. Мы победим. И тебе не остановить нас. Продолжение следует... Это мамаша? Этих девочек? Она... В фильме «Не шутите с Зоханом». Вечно голая ходила. Ой, девочки... ебать не ослеп ну что дамы и господа могу сказать что нежданно негаданно сегодня ввиду того что я ответственный стример мы не просидели два часа просидели 4 что все равно мало однако для этой игры довольно много вот еще раз когда вы заказываете братс проверяйте может быть игра очень короткая потому что если бы сегодня не подсуетился в последний момент ну мы бы сегодня очень мало сидели и потом бы такие но чувствовали бы себя глупо и неуместно вот братс прекрасные игры одна лучше другой одна не знаю какая лучше другой не знаю какой и тем не менее наказание было выполнено это было наказание в первую очередь наверное для всех потому что за этот стрим отупели многие не только лишь все смогли выбраться из этой айкио ямы и я думаю что они будут пучинах безумия пребывать еще как минимум несколько недель самое быстрое наказание ну зато одно из самых тяжелых без шуток я очень охуевал извините за мой французский на судоку в вот здесь как будто постоянная судока была понимаешь просто насиловался мозг на протяжении четырех часов постоянно чат поначалу выл потом мычал потом просто побулькивал а сейчас уже просто ты знаешь преисполнился остались только самые сильные и под конец стрима в основном был достаточно член раздельный комментарий вот то есть мы с вами стали лемурийцами а те кто отвалились но увы нам вас жаль сегодня в общем было вот так я реально закончу это второй стрим который был достаточно коротким то есть вчера стрим был на 5 часов а сегодня на 4 при том что обычно стримы ну на шесть часов да это не значит что я стал меньше стримить до этого было 10 дней стримов по 8 9 10 часов подряд вот просто ну так вышло тебе понравилось нет мне не понравилось было болезненно так ты склеишь хихихи и заткнись я не склеиваю это присылают зрители я могу склеить но если они присылают зачем мне это делать вот чату плохо мне тоже не очень хорошо друзья но вообще стрим был довольно веселый но без дураков на самом деле было очень весело поэтому чат что я хочу сказать я откланиваюсь увидимся с вами на следующих стримов возможно завтра будет выходной потому что одного выходного мне не хватило было много всяких дел еще много дел предстоит поэтому возможно завтра я еще буду выходным но может быть и нет и мы продолжим июль у нас будет достаточно ненасыщенным месяцем в плане триплеев никаких марафонов никаких крупных новинок там только ремнант выходит в конце это хорошо будет время заняться долгами будет время заняться всякими прикольными играми которые давно хотел поиграть и ввх будет на следующей неделе на этой неделе ввх не было потому что а наказание и б ну соответственно игр мало вышло нормальных за неделю поэтому чтобы не играть в говнище мы с вами играли в другое поэтому да в общем чат на сегодня я откланиваюсь пусть ваш сегодняшний вечер пройдет хорошо пусть у вас неделя задастся пускай следующей неделе будет спокойной максимально неинтересный в плане каких-то там геополитических новостей пусть у вас все будет резидент слипер чтобы единственное чем вы занимались это пукали спали и ну занимались интересующими вас делами вот за сим я откланиваюсь сегодня был хороший вечер всех обнимаю всем хорошей недели увидимся телега vk дискорд и наказание начинается снова всем пока всем пока а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok